Сегодняшнее наше заседание ломоносовских чтений это продолжение заседания 20 числа, на которых были многие здесь присутствующие. 20 числа у нас состоялось два круглых стола, которые были не просто научными, но рабочими мероприятиями. На первом круглом столе, посвященном романтической культуре и изменению понимания символа в эпоху романтизма, мы выслушали два доклада наших коллег с филологического факультета МГУ, которые заняты проблемами романтической поэтики, романтической риторики и генезиса европейского символизма. Второй круглый стол 20 числа был проведен совместно с кафедрой общей теории словесности филологического факультета и был посвящен проблеме литературности. Наравне с категорией литературы была рассмотрена категория литературность, то есть тот литературный опыт, с которым сталкивается ученый, мыслитель, те категории художественного и эстетического опыта, которые по неволе присутствуют в любом тексте, в том числе и научном. Больше всего дискуссия вызвал доклад Сергея Николаевича Зенкина, сотрудника кафедры общей теории словесности. Была больше, чем часовая дискуссия по его поводу. А сегодня мы собрались с вами в наше заседание такое традиционное, в котором участвуют представители всех подразделений нашего института. А некоторые даже подворчеловек. И первым по программе должен был быть доклад Татьяны Юрьевны Бородай под названием «Жизнь деятельная и жизнь созерцательная от Августина до Достоевского». К сожалению, Татьяна Юрьевна Бородай не смогла сегодня быть. Она позвонила утром, сказала, что, к сожалению, она вряд ли сможет дойти до университета и просила вкратце рассказать, чему должен был быть посвящен доклад. Татьяна Юрьевна давно занимается проблемой этих двух категорий «Вита актива» и «Вита контемплатива». И она жизнь деятельная и жизнь созерцательная, которые со времен античных времен и описывали деятельность мудреца. Он является мудрец-созерцателем, но при этом он созерцает деятельную жизнь. И Татьяна Юрьевна Бородай уже в нескольких своих работах обращала внимание на важное расхождение в понимании этих понятий между классической культурой, то есть античной, средневековой и в широком смысле до нововременной, и тем пониманием этих терминов, которая возникла в новое время и продолжается до сих пор. В античности, унаследовавшей ей традиции христианского богословия, созерцатель созерцает в том числе деятельность других людей. Теоретический взгляд не является просто взглядом на какие-то окончательные смыслы, не является взглядом принципиально асоциальным, но напротив, он очерчивает границы гражданского общества, границы политеи, границы деятельной жизни. Действительно, философ или мудрец смотрит на деятельную жизнь со своих созерцательных позиций, как будто извне, как будто сверху, но тем не менее он видит именно деятельную жизнь во всем ее многообразии, во всех процессах, и наравне с созерцанием Бога, наравне с созерцанием сущности вещей, может созерцать и вполне политическую, гражданскую жизнь, жизнь повседневности и так далее. То есть, ничто так более не чуждого к классическому пониманию отношения созерцательной и деятельной жизни, как романтический пафос, при котором созерцатель противопоставляет себя повседневности, социальным законам и заявляет о том, что он созерцает те законы, которые заведомо никак не соотносятся с законами повседневного человеческого существования. В новое время была создана вот именно это противоположный взгляд, согласно которой созерцатель созерцает только умопостигаемые сущности, только отвлеченные категории, которые требуют соответствующего опыта, такого экстатического приобщения к этому опыту, неких неземных переживаний, некого поэтического вдохновения. Тут же возникает категория гения, то есть человека, который может, благодаря своим исключительным качествам, воспринять опыт, отличающийся от опыта повседневности. И с другой стороны, жизнь деятельная, понимается как жизнь по своим законам, которые заведомо не могут быть подвергнуты суду созерцательной жизни, потому что просто толпа будет жить в отличие от поэта по законам толпы. Как бы поэт не пытался менять толпу, он ее не изменит. Это принципиально отличается от гражданской позиции классических поэтов и философов, которые указывали, помимо того, что указывали на противоречия, которые существовали в тогдашней социальной жизни, они же всегда давали советы, каким образом можно гармонизировать жизнь, и таким образом поставить ее в отношение к истине, привести с бытия самого по себе в бытие в отношение к истине. Такой перспективы у философа нового и новейшего времени не подразумевается, если не считать отдельных таких утопических философских проектов вроде политической теологии. Но известно, что эти утопические проекты, они были во многом дискредитированы, в частности, связью с нацизмом, если мы берем того же Хайдегера или Карла Шмидта, несмотря на всю интеллектуальную проницательность данных мыслителей. И вот Татьяна Юрьевна Бородай собиралась поставить в своем докладе вопрос, когда именно и почему произошел этот разрыв между планом деятельной жизни и планом созерцательной. С какого момента деятельность и созерцание перестали как-либо соотноситься друг с другом, и были объявлены двумя автономными мирами, каждый из которых живет по своим законам. Обычно это связывают с автономной этикой субъекта, в частности, с кантовским проектом. Но Татьяна Юрьевна собиралась показать, что на самом деле это проект довольно ранний и восходит, в частности, к протестантской рецепции трудов Блаженного Августина. Блаженный Августин, как, наверное, многие знают, был одним из немногих авторов, который был авторитетен и во время реформации и контрреформации, одинаково для обоих сторон, и для католической, и для протестантской. При этом католики и протестанты заимствовали из Августина разные моменты. Протестанты подчеркивали практический характер этики Августина и противопоставляли его так называемому мечтательному наследию патристики. Как об этом Лютер говорил, что многие из отцов церкви — это мечтатели. То есть он заведомо считал, что все их построения никак не соотносятся с актуальной антропологией. Так как Августин, который страстный, искренний, ничего не скрывающий себе, рассматривался как идеальный антрополог. В некотором смысле как антрополог такого романного типа, как человек, который помимо того, что вскрывает мотивации действий, показывает, как каждая мотивация работает на практике. Ну, допустим, можно сравнить, как, допустим, скажем, свой опыт описывали Василий Великий и Григорий Богослов, которые, допустим, говорили, что они никогда не ходили в молодости никуда, кроме школы и церкви. И как свой опыт описывает Августин, показывая, что он явно ходил и в другие заведения. И даже далеко не самые, так сказать, приличные. И вот протестанты стали любить Августина за искренность, считая, что он описывает именно деятельную жизнь. И в этом смысле сформировали ту этику, которая дошла до Достоевского, или как даже Татьяна Юрьевна сказала в телефонном разговоре со мной, до Венечки Ерофеева, этику такой вот исповедальности, искренности, то, что она обычно, в том числе и в западной культуре, связывается с Достоевщиной и с широкой русской душой. На самом деле это наследие европейского романа. Сказать, что это напрямую соотносится именно с определенными чертами русской культуры нельзя. То есть здесь можно, конечно, проводить много параллелей о, так сказать, безмерности русской души и о пафосе Достоевского. Но, конечно, происхождение пафоса Достоевского, оно литературное, а не фольклорное. Прямых таких сказать, что, скажем, русский фольклор особенно превозносит безрассудство, нам тоже нельзя. Но и с другой стороны, и деятели контрреформации, они тоже восприняли Августина. Но уже не как такого скандального автора, который все расскажет о себе, и раскроет, так сказать, все скандальные подробности своей жизни ради исповедальных целей. И тем самым даст некую модель деятельной жизни, которая не просто существует как какие-то отдельные примеры поведения, действительно покрывает некое все поле человеческой жизни. В общем, инновация Августина и высповеди в «Граде Божьем» — это был отход, конечно, от примеров, от описания человека через какие-то примеры, через какие-то образцы, через экземпли. Августин резко порвал с этой традиции. И вот тогда, как деятели контрреформации, они как раз превозносили Августина за другое. Они превозносили Августина как экстатического созерцателя, который может обратиться к созерцанию из любого состояния. И они противопоставляли созерцательности Августина сектантской протестантской созерцательности, утверждая, что если протестанты долго вгоняют в себя в какое-то состояние, например, что крайние протестантские секты доводят себя разными способами до экстаза, чтобы достичь созерцательной жизни, то Августин мог перейти к созерцанию непосредственно. И таким образом в некотором смысле формируется такое представление об Августине как о гении созерцания, как о человеке, который созерцает, какие бы актуальные события в его жизни не происходили. Даже если, скажем, его душу разделяют противоречия, это будет не невротическая реакция, а, напротив, созерцание, которое отождествляется в контрреформации с экстатическим обращением к Богу. И вот, собственно, в некотором смысле контрреформация, она косвенно повлияла на становление европейской модели гения. То есть человека, который может, в общем-то, в жизни вести себя как угодно, и потом, собственно, уже в романтическом мифе о гении даже подчеркивалась эта темная сторона гения, что человек заведомо должен там хулиганить и нарушать некоторые общепринятые нормы поведения, скажем, развратничать или пьянствовать. Но при этом он постоянно находится в некотором экстатическом социале, постоянно его касается какая-то муза, постоянно он входит в какие-то измененные состояния сознания, и поэтому он гениален. Вот это то, о чем хотела сказать Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна, к сожалению, то, что мы ее не видим, конечно, нас лишает того богатства аргументации, примеров, которые мы бы услышали, если бы она была. У меня вопрос, но я не знаю, насколько просто я могла не разрушить. Что там Достоевский и фольклор? Речь шла о том, что те антропологические модели, которые есть в творчестве Достоевского, то есть представление о человеке как раздираемым страстями, как о метущемся, как о безмерном, как о способном к срыву и скандалу, они напрямую не выводятся из русской души. И поэтому мы не найдем в фольклоре прямых подтверждений именно Достоевской модели человека. Как может прийти в голову мысль искать в фольклоре метущегося человека? Нет, просто речь о религии... Это пародийное стихотворение, которое, опять же, не имеет никакого отношения к реальной русской народной культуре. То есть речь идет об исповедальности, как я понимаю, или о метущей стихотворении? Ну, о том, что речь идет о том, что модель, созданная Достоевским, модель безмерной метущейся души, она имеет не русские истоки, а имеет скорее европейские истоки в европейском романе. Литературные, а не народные. А не менталитетные. Не менталитетные, да. Мне, простите, как человек в далеком, я немножко не поняла, какие были задачи у Татьяны Евгеньевны. Что являлось объектом исследования? Значит, представление о жизни совершателя. Какие представления об этом? Или концепт, вот что? Потому что в литературе и философии это может быть совершенно разным. по-разному репрезентировано. Что вы хотели исследовать? Объектом исследования Татьяны Юрьевны было то смещение в понимании созерцательной деятельности жизни, которое произошло в Европе в новое время, которое нам мешает часто адекватно интерпретировать античные средневековые источники. Но смещение, что ли, литература и философия одинаково рассматриваются? Потому что как литература решает этот вопрос и философия? Это разные вещи. Если мы с Гончарова не можем договориться, все-таки созерцание это... Обломы бы что-то созерцают, но еще что-то, кроме созерцания еще есть, может быть, что-то. А поскольку я понял, это предмет является хронология. Предметом является, собственно, изменение идеологии. Идеология. То есть, скорее, речь идет о истории, доклад, посвященный истории идеи, а не рассмотрение конкретных стратегий. Чем, скажем, стратегия, скажем, античного философа, антропология, скажем, античного философа такой-то школы, отличалась от антропологии, скажем, античного писателя того же времени. То есть, цель доклада была другой, чтобы мы, реконструируя античную или средневековую антропологию на основании ряда источников, не проецировали наши послеромантические представления о том, что такое действие, деятельность и созерцание на античные источники. И обставить литературу как часть идеологии? Да, бесплатно. Как часть? Как часть. Разумеется, в рамках 15-минутного доклада вряд ли бы можно скорее даже литературу использовать как метафора, как рабочая гипотеза, а не как основной материал исследования. Ну, в античности это противоречие, я так понимаю, начинается с эленизма. Да, бесспорно. Что только с эленизма, с апикуром. Да, бесспорно, когда появляется модель чисто созерцательной жизни. Возможность, точнее. Да. Если как-то больше созерцательной. Опять же, где я с вами собрачусь? Ну, к сожалению, жаль, что у нас и Татьяна Юрьевна не успела написать текст. Я попросила ей прислать текст, и она сказала, что из-за болезни не успела. Представление здесь есть. Что, текст от руки еще, и, опять же, удалось бы зачитывать. Тогда мы переходим к следующему докладу. Это доклад Дмитрия Валькова. Посвящен, пожалуйста, тогда сами назовите тему. Дмитрия Валькова. Да. Дмитрия Валькова. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Дмитрия Валькова. Ну, я не знаю. На данный момент. Потому что, кстати, я не знаю. Я как представляющий секты европейских исследований, в частности его средневековую часть, я хотел бы сегодня начать говорить о городе, и точнее о пространстве городских ворот в контексте средневековой итальянской эпиграфики. Собственно, говорить о городе и о городских воротах, о пространстве городских ворот в контексте средневековой итальянской эпиграфики. Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о городе, о его ключевом значении для вообще истории Италии, потому что, как мы знаем, город и для античной Италии значит гораздо больше, чем для остальной Европы. И, несомненно, в средневековье и в раннее средневековье, и в средневековье классическое Италия вступает как весьма урбанизированный регион, как регион с богатой именно городской, так скажем так, традицией проживания населения. Поэтому город для Италии это больше, чем город. Это сосредоточие, так сказать, политическое, особенно для Северной Италии, сосредоточие политической жизни, культурной жизни и так далее. Но, с другой стороны, казалось бы, при всей важности города для Средневековья, для Италии в частности, уже общим, так сказать, таким как бы сюжетом европейской и отечественной историографии становится то, что для Средневековья и прежде всего для итальянского Средневековья осмысление города как особого жизненного пространства, как пространства структурированного, так сказать, топографически ранжированного не осуществляется. Мало, так сказать, сведений, мало фактов о том, как функционировал, так сказать, вот город, как его понимали. Как функционировало достаточно много, а вот как его понимали, как-то, так сказать, наша историография жалуется, что до нас мало что донесено. Но, если мы посмотрим на Средневековый период, то мы увидим, что понимание города возможно и ограничено, но в то же время парадоксально богато и исчерпывающе. Я говорю о двух вещах в этой связи. Первое. Это понимание города, которое было сформулировано на протяжении, так сказать, раннего Средневековья, на протяжении, так сказать, того сложного периода, который называется переходом, так сказать, от поздней античности к раннему Средневековью. Исидор говорит нам следующее, что община, город, это множество людей, объединенные, так сказать, узами общности и называемые, именуемые гражданами по имени самих обитателей города. Ведь сам город, это стены, а общины же, так сказать, именуются не стены, но жители. С одной стороны. И с другой стороны, это, так сказать, раннее Средневековье, а Средневековье позднее, так сказать, таким своеобразным парафразом отвечает словами брешанских статутов, 1313 год, что город, это город земной, город в его стенах, в его топографии, в его организации, так сказать, земной, это не что иное, как модель, как модель, данная нам смертно, так сказать, чтобы мы видели, так сказать, своими земными, так сказать, смертными очами, того небесного города, который, так сказать, уготован от начала времен, и который, вот, так сказать, нам предстоит, наверное, увидеть. Об этом говорят брешанские городские статуты. То есть для брешанских городских статутов 14 века город земной, это то, что мы можем видеть уже сейчас, как некоторую модель, как некоторое отражение града небесного. Вот то, что дают нам, так сказать, казалось бы, парадоксально мало и, казалось бы, парадоксально исчерпывающе, то, что дают нам в Средневековье. С другой стороны, у Исидора говорится о следующем, что ворота – это то, посредством чего может быть нечто либо ввезено, либо вывезено. В собственном же смысле воротами именуются либо ворота города, либо ворота укреплений, как о том сказано выше. То есть ворота, несомненно, для города – это то, посредством чего, это тот инструмент, посредством чего осуществляется коммуникация с внешним миром. Город обнесен стенами, он закрыт, он внутренне структурирован, и то, посредством чего осуществляется внешняя связь, так сказать, этого городского пространства с любым другим, так сказать, лежащим вне этого городского пространства, являются ворота города. Вот почему было бы интересно рассмотреть, как ворота города оформляются в средневековой и прежде всего итальянской эпиграфике. Потому что от итальянской эпиграфики мы имеем наибольшее количество памятников, причем разных памятников, и северо-итальянских, и южно-итальянских. И понять, как осуществляется, так сказать, коммуникация, причем непосредственная, прямая коммуникация на стыке этих двух пространств при переходе из города или в город, было бы интересно для вообще понимания многого из того, что является собой пространство ворота в культуре средневековой. Я бы хотела начать со следующего. Я хотела бы начать с примера Пизы. Вот у нас передали первый памятник. Эпиграфик, к сожалению, не может обходиться без памятников, поэтому вот памятник. Этот памятник у нас первый, наиболее ранний, и расположен он, сейчас он существует, присутствует, этот памятник есть в Пизе. Он находится на люнгарном починоте в Пизе. Это церковь Мадонны де Игалети. Памятник, как бы сказать, встроен, вмурован в фасад церкви Мадонны де Игалети. В Пизе маленькая церковь. Это которая на самом берегу стоит? Да, которая у нас самая красивая, самая маленькая, вмурованная в фасад. Если позволите, я сразу покажу ее фотографию, чтобы, так сказать, вот она... Самая церковь. Да, саму церковь Оттана. Небольшая такая очень изящная церковка, оформленная очень изящно. И вот там вот над входом вот эта вот та плита, о которой я сейчас буду говорить. Почему она там оказалась? Эта плита, естественно, никоим образом не относится к этой церкви. Эта церковь стояла и стоит сейчас на том месте, где раньше располагалась церковь Спасителя. И эта церковь входила в пространство того, что мы называем Порта Аура для городских золотых ворот Пизе. И что гласит этот памятник, который вот расположен здесь у нас? Он гласит следующее. Он гласит следующее. Славными гражданами эти ворота зовутся золотыми, вступать в которые, так предписывает почесть славы. Город сей, да полагайте гордостью всей империи, тот, что имеет обыкновение сокрушать необузданные шеи неправых. Нистовство большего из Болиар было непомерно, и Майорка должна была изведать то, на что была способна Пиза. А после того, как Майорка была разбита, была повержена, настала очередь и Ибицы. По прошествии 1115 лет, с тех пор, как прияла в очреве Мария Дева Господа, победоносный пизанский народ сокрушил их обеих, то есть Ибицу и Майорку. Подтверждение тому опустошение каждой. Почитайте справедливость, вы, кто судите землю. Текст очень интересный, текст, который оформляет для нас первый этап в диалоге, в нашем понимании того, что является городское пространство. Этот текст относится, как мы видим, из самого латинского текста к 1115 году, то есть с самого начала XII века. И текст формулирует для нас концепт ранней средневековой пизанской общины, коммуны, в ее интересной и очень парадоксальной фиксации. Это то, что мы называем романитос. Романитос – это особый период в истории многих городских коммун, в частности Пизы, Гену и многих других, где город мыслится как некое логичное, земное и вполне действенное продолжение Древнего Рима. Интересно отметить, что здесь, это предмет многих дискуссий по этой плите, здесь последние слова говорят о том, что судить землю – это не просто некая необходимость, это не просто некая возможность победителя, но это некий моральный императив. Имейте, так сказать, почитайте справедливость, вы кто судите землю. То есть судить землю, почитать землю, судить землю – есть некий моральный императив победителя, и с другой стороны в моральный императив победителя входит почитать справедливость. То есть судить землю на основе справедливости. Судить поверженных врагов. Судить в смысле? Судить в смысле? Творить суд. Выносить суд над поверженными врагами. Не этот же самый мы встречаем в античной традиции. Римлянин, ты научись, народами правит державна. Предметом сопоставления этого, я, анализируя этот памятник, думаю, что здесь нет каких-то вполне зримых сочетаний, кроме такой общей направленности. Для меня важно следующее, что первый и ранний этап в истории пространства городских ворот связан с двумя моментами. Первое. С изложением истории города, как некоторое продолжение античной римской традиции завоевания, покорения и справедливого, так сказать, для кого справедливого, для кого и нет, суда над покоренными землями. Первое. Во-вторых, то, что город сам посредством памятника оформляет себя как некую общность, которая имеет голос, мы видим, что здесь, так сказать, речь ведется от имени города, и это будет важно вот еще в чем, как бы, так сказать, вот запомним этот момент, и о нем я еще скажу, постараюсь сказать в самом конце. Для нас важно, что город имеет право голоса, и город осознает себя как некоторую городскую обществу, как некоторую городскую общину. Цивес здесь, так сказать, присутствует уже с первых строк. И то, что пространство городских ворот, это то пространство, которое призвано сообщить входящему в город о его заслугах, о его истории, пусть даже и вымышленно, о той истории, которая бы, так сказать, было бы приятно городу, так сказать, передавать вовне, а именно история древнего Рима, так сказать. Пускай здесь это выражено не, так сказать, не открыто, не эксплицитно, а имплицитно, но, тем не менее, история древнего Рима – это та история, на которой держится то явление, которое мы называем романитас. Ну, естественно, не только история древнего Рима является базисом романитаса. Базисом романитаса является прежде всего рецепция римского права, конечно же, поскольку романитас – это не только политическое явление, это еще и явление, скорее, и культурное, и культурно-правое, потому что начиная с X века епископские центры, итальянские городские центры, начинают активно внедрять при епископских, при соборах, при храмах, создавать епископские школы, внедрять епископское образование, где обучались те, кого мы называем сковини или скобини или каузидицы, то есть те люди, которые обучались в частности и нормам, догмам римского права. Входя в городские советы в XI веке и постепенно оттесняя само епископское управление на второй план, эти люди привносили понимание римской античной культуры, как то, на чем можно было бы строить некоторые другие, в частности и вот эти эпиграфические, диалогические или монологические памятники. Если мы будем ориентироваться на европейскую историографию, то здесь мы должны будем, конечно же, сказать и о Пере Рассине, о французском прежде всего исследовании которой, и о Джузеппе Скалие, которые заложили основы понимания романитеско-культурного, как, скажем так, историко-правового явления. Переходя к Генуе, следующий текст и следующая плита. Переходя к Генуе, Генуе XII века, это город с вполне успешной развивающейся инфраструктурой, городской инфраструктурой. И вот благодаря, так сказать, очень мудрой политике, скажем так, многих генуэзских мэров, у нас сохранились памятники, в частности, на Порто Супрано. Порто Супрано – это известный архитектурный памятник, построенный в 1155 году, который являлся частью так называемой Мура Барбаросса, стен Барбаросса, которые ограничивали на момент середины XII века генуэзское городское пространство. Что мы можем видеть на этом памятнике? Во имя всемогущего Бога Отца, Сына и Святого Духа, аминь. «Я защищена мужами, окруженная превосходными стенами», – говорит о себе генуэ. «Доблестью своей я изгоняю прочь вражеское оружие. Если ты несешь мир, то позволено тебе вступить в эти ворота. Если же ищешь войны, отступишь скорбящий и побежденный». «Юг и запад, север и восток познали, сколь многие великие рати, сколь многие великие силы, я генуэ одолела». И далее идет текст, который свидетельствует о том, в каком году и при каких консулах были возведены данные ворота и была прикреплена данная надпись. В консульство про коммуны таких-то консулов и в консульство консулов по гражданским делам идет перечисление таких-то имен. Опять-таки же, тот же самый диалог о городе, монолог города о себе, просто более яркий и более, так сказать, синтаксически оформленный, монолог, который свидетельствует о том, что город – это некая общность, и город – это то, что может рассказать о себе не только посредством своих деяний, но и посредством таких плит, которые, так сказать, мурованы в стены, и которые, естественно, читатель может и мог бы прочитать, проходя через городские ворота. Для Генуэ это особенно актуально, вообще тема городских ворот для Генуэ особенно актуальна, потому что мы все знаем, что в Средневековье, в некотором ложном, таком этимологическом, так сказать, понимании, Генуэ ассоциировалось с Януэ, с городскими воротами, собственно, с воротами как таковыми. Поэтому Генуэ мыслилась не просто как город, носящий некоторое название ворот, но Генуэ – это просто такие общие ворота Италии, ворота, которые давали возможность войти успешно посредством дружбы с этим городом, или, так сказать, быть поверженным и претерпеть всяческие лишения при вражде с этим городом в городское пространство Италии, вообще в пространство Италии, в пространство Пенинского полуострова. С другой стороны, 1234-1235 год Генуэ заключает договор с Фридрихом II. Фридрих II в союзе с Генуэ добивается императорской власти, и Маркизио Скриба в генуэзских аналах не устает подчеркивать. Вот Вэйре Фуэт Эйяну Апорта, да, действительно, истинно стала Генуэ ему дверью, потому что посредством Генуэ возымел он доступ к тому, чем учаял, достигнув вершины императорской власти. Это от кума на периалис дегнетатис прервения. Вот для Генуэ это особенно важно подчеркнуть, что она открыла доступ, и что она может этот доступ прервать, закрыть. И городские ворота, в этом смысле это ворота, которые свидетельствуют о городе в воротах всего Пенинского полуострова. Но 1234 год, и здесь интересное историческое, так сказать, параллель, и интересное, так сказать, историческое схождение мы наблюдаем. 1234 год это год возведения других городских ворот. 1234 год это возведение порта Капуа в Капуе над рекой Вольтурно, когда Фридрих II в противовес североитальянским городам, получив доступ к Капуе, возводит над рекой Вольтурно другие ворота. И в этом смысле, если эта надпись и эти ворота, это ворота, свидетельствующие о вяло текущем, скажем так, для Гена это было вяло текущее, противостояние с империей, то Капуанские ворота, к сожалению, не сохранившиеся, это зримый, так сказать, ответ на архитектурный, вполне оформленный архитектурный и эпиграфический, зримый ответ на вызов с северной Италии, на вызов североитальянских городов. Капуанские ворота, к сожалению, не сохранились, они есть только в рисунках, так сказать, в свидетельствах XVI века. Капуанские ворота выглядели... выглядели следующим образом. Это, к сожалению, только рисунок. И наверху, над этими воротами, мы видим три фигуры. В центре фигура императора, собственно, Фридриха II, и по бокам его двух наиболее верных, наиболее доверенных лиц. Эти лица... Суть следующая. Это Пьетро де Лавини и Тадео де Сесса. Автор этих ворот Николо де Чикалла. И сейчас эти украшения, части, то, что удалось сохранить, а эти ворота были разрушены в 1557 году герцогом Альба. Эти ворота... По приказу герцога Альба. Эти ворота сейчас, хоть фризы, вот эти вот части эпиграфических памятников, фрагменты, находятся в Кампанском музее. Их можно посмотреть. И, в частности, вот, например, первое, что мы можем видеть, это, собственно, сам император, сам Фридрих, разрушенный вот таким образом. Руки и голова были отбиты во время, так сказать, такого очень успешного продвижения французских войск, в культурном плане, сожалению, не успешных. В 1799 году были утрачены голова и руки. А над этим текстом, согласно Геста Романорам, был написан следующий текст. Он нам передаёт, к сожалению, только в письменном варианте памятника XIV века, поэтому мы не можем судить, как он выглядел на самом деле. Но было написано примерно следующее. «Насколько несчастными я сделаю тех, о которых узнаю, что они изменяют, что они являются носителями политической измены?» На головой Петра Делавини было написано следующее, примерно следующее, в передаче письменного памятника XIV века по инсбургской рукописи. «Да войдут уверенно те, кто желают праведно жить над городскими воротами». И, с другой стороны, над головой Тадео да Сесса было написано, «Если ты неправеден, если ты нечист, бойся, как бы тебя не схватили и не заключили в темницу». Внизу, над самими воротами, вот этот архитектурный, так сказать, этот такой декоративный компонент, это так называемая голова верной капуи. Это аллегория города, женское изображение, если позволите, я сделаю его просто, оно тоже сохранилось, оно существует. Вот она. «Голова верной капуи». Аллегория города, зримое изображение города, которое свидетельствует о себе. «Волею Цезаря я есть хранительница империи». Или «Мира в империи» по другим, так сказать, передачам. Я ещё раз повторяю, что, к сожалению, у нас нет собственного эпиграфического памятника, поэтому мы не можем, так сказать, реконструировать текст. Вот пример, причём пример исторически неудалённый, пример вполне, так сказать, хронологически соответственный, пример реакции и противостояния двух пространств ворот. Имперского пространства ворот, как бы мы ни назвали, но это имперское пространство ворот, и пространство ворот городского, где две идеологии, городская и имперская, в контексте противостояния империи и папства, несомненно, так сказать, ярко и противоречиво дополняют друг друга. Я позволю себе перейти к еще одному, пожалуй, самому яркому памятнику из Гены и просто дать его такое изображение некоторое, чтобы пояснить. Это надпись о военных успехах Гены. Военной доблестью моего народа была до сих пор добыта Африка, затем земли Азии, потом вся Испания. Я взяла Альмерию, подчинила Тартосу. На седьмой год от одной и на восьмой год от другой это было. Когда я, Генуя, прежде по прошествии 1155 лет, после разрешения от бремени, чрево благословенной девы воздвигло это укрепление. По прошествии 1155 лет от Рождества и по прошествии 7 и 8 лет от взятия Альмерии и Тартоса было воздвигано это укрепление. Генуя не устает подчеркивать свой растущий политический статус, свое растущее политическое влияние в Средиземноморье посредством очень яркого, очень коммуникативного инструмента посредством городских ворот. Вопрос о том, могли ли это читать и читали ли это, до сих пор остается, если не открытым, то во всяком случае дискуссионным. Потому что плиты находятся на высоте, в принципе, доступной для обозрения без каких-то приборов, вполне доступны для чтения, для созерцания. Но то, насколько это могли читать, существуют две точки зрения. Либо, скорее всего, это не читалось, а это было некоторым таким знаком, некой такой печатью, где текст, где наличие текста было важнее, чем коммуникативный составляющий текст, чем, собственно, значение каждой буквы каждого слова. С другой стороны, некоторые ученые, некоторые каллиграфисты полагают, что текст можно было прочитать, можно было понять. Его действительно можно прочитать и можно понять. Но как это было на самом деле, до сих пор решить трудно, поскольку еще Петрарко жаловался, что вот я, так сказать, вот такой античный, такой носитель, так сказать, античной традиции, и я должен поставить своему племяннику над гроби и дать на этом над гроби какие-то варварские, совершенно мне чуждые надписи готическим письмом. Как же я это могу сделать? Вот, мол, так сказать, вот судьба человека. И если я сделаю это, так сказать, классическим, так сказать, монументальным письмом, но меня же никто не поймет, я же, надо мной же будут смеяться, люди же не поймут, что это надгробие. А если я сделаю готическим письмом, правда, это не готическое письмо, это так называемое письмо и та коммунале, мы еще до готического письма не дошли исторически, то вот, мол, я, меня поймут, но это же, так сказать, это же против вообще моей природы, я противоречу себе, как же так? То же самое примерно здесь. То есть читали или не читали, понимали или воспринимали зрительно, это вопрос, пожалуй, заслуживающий другого доклада и, так сказать, других памятников, несколько более широкого, так сказать, круга памятников, но, тем не менее, городские ворота XII века, городские ворота коммуны, городской итальянской коммуны, север-итальянской коммуны и юга Италии, это ворота, свидетельствующие о двух принципиально противопоставленных, но хронологически сближенных, я бы даже сказал, так сказать, соотносящихся с друг с другом традициями, политических традиций, имперской и городской коммунальной традиции. Я теперь позволю себе перейти к тому, что мы называем политическим сарказмом, я приготовлю несколько больше, но я позволю себе перейти к тому, что мы называем политическим сарказмом. Ворота – это не просто ворота города, это еще и инструмент высмеивания политических противников. Вот изображение с порта Романа в Риме, в Милане. Прошу прощения, эти ворота сейчас не существуют, а фрагменты украшений находятся в Костелю-Сфорцеску в Милане, где они выставлены для общего обозрения. В различные эпохи этот персонаж интерпретировался по-разному. В эпоху противостояния Милана с империей – это, конечно же, Фридрих Барбаросса. В эпоху XIV века – это не Фридрих Барбаросса. По данным одного текста XIV века – это никто иной, как Мануил I Камнин. Интересно, что Мануил I Камнин, византийский император, был два раза женат, причем два раза это были не византийские роды, а это были наследницы западноевропейских домов. Первый раз он был женат на Берти фун Зюльцбах, родственнице императора Конрада III. Ее сестра была замужем за Конрадом III. Интересно, что Мануил I Камнин, об этом свидетельствовал Никита Ханниат, даровал часть денег на восстановление городских стен Милана. Когда городские стен Милана были разрушены в ходе известного противостояния, жена, состоявшая в родстве с германским императором, пришла к Мануилу Камнину взбешенная и сказала, вот как же так получилось. Когда послы Милана прибыли ко двору византийскому, она их отдельно созвала и согласно этому тексту XIV века якобы сказала, да, хорошо, я согласна, пускай будет изображен мой муж на стенах наших политических противников, но с другой стороны, пускай его изобразят вот так, со скрещенными ногами, ибо у нас в Византии так подобает изображать императоров, и в скрещенных ногах все величие византийских императоров. Так передает текст XIV века. Естественно, скорее всего, это и не Фредерик Бабарос, и не Милана I Камнин, это всего лишь некое сакральное изображение, некоторое берег, если так можно сказать, потому что для города, вообще для городских ворот такие некоторые амулетные изображения, скажем так, были крайне характерны. Амулетные изображения были гораздо более такого откровенного свойства, на порта Толза. Есть изображение женщины, которая просто задирает юбку и показывает, так сказать, срамные места. Это, несомненно, такой предмет амулетности некой, который мог существовать, и по миланскому материалу это видим, на городских воротах. И в заключении я бы хотел сказать о том, что с изменением политического строя во многих итальянских городах и с формированием итальянских территориальных государств уже на излете Средневековья, уже ближе к раннему новому времени, то есть 16 веку, 15 веке, разумеется, мы встречаем городские ворота на службе уже не города, пространство городских ворот на службе не города, но государя. Где, предположим, гениаполитанский пример наиболее характерен, наиболее свойственен. Известный памятник, который мы встречаем в Неаполе, это арка, триумфальная арка и в то же время оформление входа в замок короля Альфонсо, где написано король Альфонсо, царь, король испанский, сицилийский, итальянский, пиус, клемменс и инвиктус. Вот, скажем так, то, что мы встречаем уже на рубеже 15-16 веков для городских, и не только городских, но уже и ворот замка. Последний момент, о котором я хотел бы сказать. Собственно, те тексты, которые мы встречаем в эпиграфическом проявлении, особенно ранние тексты, вот тексты еще коммунальной эпохи, 12-й век, 13-й век, где мы могли бы найти их источник, где мы могли бы найти их такой, как бы, прототипический такой вот отражение, источник, который мог бы говорить о наличии возможности существования некоего идеального поэта, который каждый раз придумывал и реализовывал, скажем, в своей голове некий конкретный, из идеального, превращающийся в такой, скажем, вполне зримый, текст городских ворот. Как мне кажется, это пример из божественной комедии, где, да, кстати, вот прошу прощения, буквально вот она встретилась, вот это изображение с Порто Толза, крайне такого, так сказать, специфического свойства, а пример из Данте, он, как мне кажется, следующий, мы все помним, что на самой ранней фактической иллюстрации к божественной комедии, на иллюстрации 1465 года, на так называемом Данте из Санта-Марии дель Фьорре, флорентийского, находится изображение Данте перед городскими воротами, перед воротами ада в данном случае. И что же мы читаем? на самом деле, это данте, якобы, что передавая, увидим, на вратах ада, он пресетал, «Пер мэсси ва на цитат долленте, был правдой мой зодчий вдохновлён, я высшей силой, полнотой всезнаний и первой любовью сотворён». Говорит, «до я увожу к отверженным вселениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям». Это, видимо, речь ворот, «но был правдой мой зодчий вдохновлён, я высшей силой, полнотой всезнаний, я первой любовью сотворён». Говорит, то, что находится за этими воротами, это, собственно, адское пространство. «Древнее меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне, входящая, оставьте упование». В известном переводе Лозинского. Мы возвращаемся к тому, о чём я начал говорить. Пространство ворот – это особое пространство, где город может высказаться о себе, представить свой монолог, монолог для того, и созданный для того, и ориентированный на того, кто в него входит, и монолог, с другой стороны, ориентированный на то, чтобы показать город в той части, где городское пространство смыкается и соприкасается с пространством вне городским, то есть в городских воротах. Спасибо. Спасибо большое. За замечательный доклад, можно сказать целую перспективу средневекового символизма, средневекового политического символизма. перспективы, надо сказать, не так, чтобы особо изучено, и многую новинку бывшую. Какие будут вопросы, уточнения? Действительно, доклад очень интересный, я с большим интересом его слушала, и в той части, в которой он соприкасается с древнеримским материалом, действительно, когда Ганнибал шел на Люту, ведь не говорили, что Ганнибал устел, а была Ганнибала с антепортас. Мне это пришло в голову. Спасибо большое. Но у меня вот по докладу, если можно, первую вашу цитатуру на латинском языке? Из севильского. Да, севильского. Первую. Да, да, да. Сейчас. Да, вот. Вот почему вы, насколько я слышала, почему вы перевели Кивитос как город? Община. Это Кивитос, город государства. Город государства, да. Город только обстал. Да, да. Община, да. Община. Все, значит, это я не правил. Просто, насколько я знаю, все-таки этимологии до сих пор не переведены полностью на русский язык, насколько мне известно. Вы имеете в виду этимологические слова? Личные. Этимологические слова. А, семейство, да. Нет, 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 переводил кто-то. Нет, они, естественно, какими-то числями. Нет, мне показалось, что Кивитос мы перевели как город, а Кивитос это государство. Здесь, да. Там еще раз отличается, что сам город, что город это город стены, а государство это не камни, а... Да, но просто город для, я бы сказал, что для Эсидора государство и город это еще очень близкие понятия, потому что... Как античности, как полис. Да. Кивитос город государства. Так сказать, государство вне города Это еще трудно представимо в ту эпоху, потому что фактически для Римской империи, все-таки для ее классической составляющей, а все-таки эти темологии, конечно, они ориентированы на классик некоторую, уже уходящую к тому моменту, все-таки город и государство, хотя, с другой стороны, он мог видеть формирование первых территориальных государств на территории бывшей Римской империи. Если правильно, вот Кивитес, это Римская империя, это Кивитес, да? И Рим это тоже Кивитес. То есть всякая Кивитес это город, но не всякий Орбс это Кивитес. То есть как-то вот это в переводе. Но в данном случае, когда мы хотим подчеркнуть математику именно городского, мне кажется, здесь есть не совсем они синонимы. Кивитес и Орбс, да? Да, конечно. Всего того. Все, спасибо. Это просто я на слух и сразу уловил. Мне казалось, да, что я рассказал про Тимск. Скажите, пожалуйста, вот тот контекст, который вы показали, сомнения в том, что он мог читаться, потому что по-латыни, да? Что в латыни было понятно. А как же быть со всей тогда литературы латинской? Боджо-блочерини, сколько латинской литературы? Для кого тогда она? Да, я вот здесь о чем говорил. У нас есть, вот, я имею в виду о эпиграфическом, так сказать, не о литературе, но о эпиграфическом. У нас есть очень интересный, например, флорентийский пример. Как мы знаем, в Флоренции, ну, в общем, в большой части исторической, скажем так, в Флоренции, сохранились городские стены. Они, особенно там, где, в заармовской, так сказать, части Флоренции, там очень хорошо сохранились. И вот там очень интересно. Два памятника соседствуют друг с другом. Один памятник говорит нам, что эти ворота были воздвинуты, значит, в проявлении такого-то подеста Флоренции. И тут же рядом, ну, вот тот памятник, о котором я говорю, это памятник конца XIII века, и буквально, буквально, может быть, через 20-30 лет. И рядом вновывается другой памятник, где говорится, что ширина общественных дорог в Флоренции, постановление Большого Совета, должна быть такой-то, 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 такой-то. Что дома не могут занимать площадь большую, чем такая-то, такая-то, такая-то. Памятник от имени подеста на латинском – это на вульгары. Для кого? Ведь здесь явно, что памятник на латинском поднималось, что это скорее, что называется, так сказать, для вечности, а памятник на вульгары для вполне конкретной справки при вступлении в городские ворота. Это объявление. Объявление. То есть, тот текст тоже... Да. Вот об этом я и говорил, что какой текст читали, непонятно. И, скорее всего, конечно же, эти тексты не читали. Их воспринимали как некоторую печать, как некоторый знак во всей совокупности их графен, так сказать. Нет, но словосочетание славы КПСС, оно понятно, значит, что их читали. Да, естественно, конечно, да. Ну, известно, да. Понятно, но обыгрывалось сколько анекдотов, слава как имя собственного. Да, чукотский анекдот как раз выражает то же отношение чукщик к тексту, как отношение не знающего латинь к латинскому тексту. Очень интересно. И скажите, пожалуйста, я так понимаю, это часть большой работы, да? Вот семантика ворот в эпиграфике. Как-то вы хотите детально сопоставить с другими видами? Или у нас эпиграфика – это как бы от основной материал? Эпиграфика – это не интересно, потому что я по, так сказать, своим интересам… Живопись мы только привлекаем в парадическом… Живопись, скажем так, ну вот только тот удачный пример, где данный перед воротами ада, да. Потому что таких удачных примеров крайне мало. То есть вообще мы не берем всю живопись, не смотрим на ворот? Да, потому что тем более, что этот пример создан, это, так сказать, это полотно, так, если можно сказать, не полотно, конечно, создано практически одновременно. То есть, ну, спустя каких-то, может быть, сто с небольшим лет после кончины Данте. Поэтому, собственно, это первая иллюстрация к комедии. И, собственно, ворота-то ада – это форентистские ворота, не что более, так сказать. И было бы идеально, конечно, понять, вот если бы автор этого полотна поместил бы надпись Данте куда-нибудь в эти ворота, было бы понятно, а куда же они думали, должна была надпись эта быть помещена. Ну, к сожалению, конечно, надпись мы не видим, это, так сказать, но в переложении Данте, который, наверное, может быть, ее созерцал, в каком-то, как раз, экстатическом, так сказать, предстоянии, состоянии, может быть, она где-то есть. Спасибо большое. Еще важна, конечно, роль известной в флоренции биографии, да, и, соответственно, отношения города и уже старшим, значит, великим поэтом, которые изменились. Да, и, ну, если, так сказать, говорить о биографии Данте, то, мне кажется, что вообще понятие стен во многом, оно сопровождало Данте. И, так сказать, Ахматовский Данте – это Данте в листину, так сказать, не вернувшийся, так сказать, в стену, не вошедший в это пространство датского. Можно немножко семиотизировать, ничего, не знаю, ни в истории, ни в эпиграфике из Ситора, давайте обратно. Вот где, действительно, культурная антропология и модель мира, и то, что он пишет, это без окон, без дверей, по однагороднице людей. То есть он очень хорошо, действительно, дает точное семиотическое определение города, полностью совпадающее с определением дома, то, что вы и говорили, внутреннее и внешнее, и обязательный вход для связи этих двух пространств. То есть у человека должно быть защищающее его пространство, но обязательно в нем должно быть отверстие. Отверстие, простите, опростилось совершенно. И следующий вопрос такой, у вас ворота, все на кладе, они были без стен, поскольку мы, ну, по впечатлениям от современных, старинных итальянских городков, городов, это так и есть. То есть ворота стоят без стен, как арки, как торжественные арки. Но мне кажется, что даже в эпиграфическом докладе, если его включать в контекст символярии и так далее, должны быть эти ворота в ход. Особенно, когда ворот несколько, когда они рядом друг с другом. Насколько они ориентированы на замкнутость пространства. Вот эти генуэзские, ну, просто, конечно, вспоминаются в Европу про рубить окно. Абсолютно точные, только не окно, а дверь. Мне кажется, то есть мне бы хотелось в дальнейшем семиотизировать ваши такие ювелирные эпиграфические анализы, ввести их в контакт города, открытого и закрытого пространства. И действительно, в этом открытом и закрытом пространстве, где сами ворота, опасное место, потому что именно оно обеспечивает вход и выход, и это угроза. Поэтому и надписи, они, конечно, имеют тоже такой охранительный характер. И воспринимаются-то они действительно как охранительные. Это последняя, простите, уже такая болтливость. Женевские впечатления. На Женевской стене в старый город вижу, не знаю ни истории, ничего, так именно вопрос такой. «Смогу прочесть буковки или не смогу?» Изображение какое-то. И написано, что это память такого-то, который в нужный момент что-то сделал с «Ля Эрс». После чего опрашиваю аборигенов интеллигентных, что это значит. И они приблизительно знают, там несколько значений этого «Ля Эрс». Абсолютно не знают ни истории собственной, ни собственного языка университетских. Наконец, подается неимоверными усилиями выяснить, что «Эрс» — это решетка, ну вы это знаете, на мосту защищающем. И он этот Жан или Жак вовремя ее опустил, и кого-то, вы тоже, наверное, знаете кого-то, но кого-то он не впустил. Значит, все знают этого и знают где, они безошибочно говорят, когда вот у вас есть надо. Но они не знают, что это такое, то есть они не знают собственной истории, довольно близкой, как я понимаю. Но они знают, и, конечно, это тоже воспринимается как некий апотропей. Но тут я совершенно согласна, и это особенно интересный вопрос. Никто не читает, но если бы этого не было, это не были бы ворота. Это такой заговорный текст. Ну вот, простите. Скажите, вот у вас ворота замка и ворота города находятся в одном семиотическом виду? Ворота замка и ворота города. Да. Да, это вот тоже, это я и хотела сказать. Ворота, ну они, скажем так, да, потому что для города замок не всегда дружественный, а часто враждебен. Но он внутри же как города, то есть, как правило. Внутри города. То есть, да, такой слой тегографический. Не всегда внутри, но, так сказать, мыслиться как нечто, находящееся внутри, обособленное, замкнутое. И, опять-таки же, связь между замком и городом не всегда дружественная. И, так сказать, например, тот же пример, особенно для Южной Италии, ряд неапольских замков, находящихся вот на буквальном побережье, но, так сказать, с городом, конечно, связаны. И, пожалуй, самый яркий пример, хотя бы, правда, не европейский, это, конечно, правдивший людей, которые в Сирии замок, стоящий, так сказать, на таком, на плато. И это уже не к проблеме города и замка, но просто к проблеме замка, стоящий на плато, и где те тексты, которые были процарапаны крестоносцами на стенах, буквально говорят о том, что вот мы тут, вот как медные монеты, разбросанные, так сказать, вот по пространству. И там, какие-то разные такие выражения, что мы, как медные монеты, или мы, как какие-то такие осколки, или какие-то там еще есть, я сейчас точно уже не помню. Вот, но там это есть. То есть замок, он, конечно, всегда противопоставлен пространству, как и город, а если он находится в городе, то он часто противопоставлен городу. Вот можно еще один вопрос? А вот как вы думаете? Ну, это немного не потеряно. А вот Великая Китайская Стена, как некий семиотический элемент, вот аналогичный таким структурам, просто в планетарном масштабе, есть еще подобное сооружение. Как он, как можно его представить? Вот, ну, ясно, что у замка и у города разная семиотика ворот, как раз, а стена все равно присутствует. А вот Великая Китайская Стена, она в этот ряд вписывается и нет, как некий такой планетарный, что ли, знак? А как же, конечно, вписывается, как закрывающее пространство. Ну, да, то есть это уже вне городов. Почему? Ну, стена закрывает не некое пространство. Это пространство может быть маленькое, и это пространство, ну, масштабы Китая, оно может быть и большое. Вашим действительно символ стены. Ну, вот, если позволите, я на таком, на письменном материале, так мне нужно отцепиться. Сидите. Он же, так сказать, срединный, да, вот он же, так сказать, то, что он, так сказать, в середине, да, поэтому, по всей видимости, уже на целом, так сказать, иероглифическом принципе мы видим, что... То есть они имели некое такое... Нечто срединное, так сказать, нечто чем-то окруженное. Другое дело, что, так сказать, ворота, какие фактики, в Великой Крестовской стене ворота, вот я не совсем представляю, потому что я и есть... Ну, иначе невозможно. Да, без директора, да, поэтому... Другое устройство, оно не есть реально, и они имели значительно. Ну, теперь последнее, еще даты. Дмитрий Владимирович, когда Вы говорите, что это флорентийские ворота, а я с этим спорю, потому что из-за неопределенного артикля, оно видом, в словом, Дуна порта, да, и опять-таки, возвращаясь к... Ну, уж тут к фольклору или к мифологии, вход в иной мир, ты идешь, 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 ничего нет, и вдруг ты видишь пещеру, дверь, и тут он абсолютно точно пишет, что это Уна порта, и это вход в иной мир, а не Флоренция, как бы она демонично не была по отношению к нему. А вот если переходить на микро-уровень, ну, вот мы идем там от стены к городу, там, к замку, к дому, а дальше что? Это что, женщина, вот по той аналогии, которую Вы провели? А как же вход? Нет, ну, Вы такой проект проводили, аналоги, как и его, по отношению к городу, ну, а может быть, и наоборот, там есть сколько... Город, дева, город, женщина, город, это все. Да, наверное, просто я об этом не совсем задумывался, потому что, скажем так, для эпиграфиста, ну, как сказать, скорее... Ну, Вы же привели это с заданной юбкой на пример. Мы с вами сиротик. Ну, Вы совершенно точно привели этот пример. Он там был, и потом одно из изображений. Ну, да, конечно, как изображение. Может быть, это же было в каком-то рисорическом состоянии, я его уже забыла. Ну, кроме того, вот эти работы Нины Владимировны Брагинской, от Экфросиси и так далее, о говорящих предметах, ну, в античности, поэтому, так сказать, все эти надписи, они одушевляют, то есть это говорят ворота с нами. Да, ворота, и город через ворота, потому что очень четко просмешиваются, где говорят ворота, а где город начинает говорить. Ну, вот город начинает говорить на ворота. На ворота, конечно. Так что без симеотики, мне кажется, не обойдешься. Нет, еще один очень любопытный элемент вот в этом ряду, это вход в арену цирка. Он любопытен тем, своим истолкованием, потому что он называется вообще писта, вот на русском языке. Как называется? Писта. Писта современная? Да, это просто цирка. Подтверждайте, да? Нет, но я это знаю просто от циркачей. Писта – это вход на арену цирка. Писта – это смесь песка с опилками. Нет. И она вот эта, вдоль барьера, вот эта. Нет, нет, это смесь песка. Нет, 70 сантиметров вдоль барьера. Это греческое слово. Это итальянское слово, которое означает одновременно взлетную полосу, подиум. И вполне может означать и смесь песка, который высыпает эту дорожку, и саму дорожку. Мне объясняли этот циркачей, как вход на арену цирка. А тут еще интернет. Но вход реально существующий, и там есть две страны. На него можно смотреть из арены, и можно смотреть из той страны, откуда заходят артисты. Из-за кулис. Из-за кулис, да. Но это не кулисы, это не театр. Это называется «Форганг». «Форганг» — это вот, ведь там круглая арена, и маленький «Форганг», вот, чуть-чуть, между занавеской, за которой вы выходят, есть пространство, где стоит униформа, простите. Большое пространство. А что, не так? Я не так говорю? Нет, ну тут дело не в том, как это называется, если изучить вот эту дискуссию о названии входа. А дело в том, что он, в отличие от ворот города и от других ворот, он как бы получает, у него семиотика наоборот получается. То есть. Ну как, вот если этот ад, который изображен на картине, то, значит, внутри города это находится, да, смотрят на него извне. Значит, если я помещаюсь за кулисами как-то, входа, то тогда арена — это и есть вот этот ад, да? Стена символичная. Это называется «выход на арену», а не «вход на арену». Выход. Для кого? В этом рак. Нет, но он называется «выход». А в следующем? Мироза никогда не называется «вход на арену». Выход на сцену театра. Да, вы как и в театре. На сцену — это выход, а не вход на сцену. В театре такого нет. То есть внешнее пространство в отношении здания. Что? Внешнее пространство получается в отношении здания. Арена ограничена точно так, как город. Но я просто опять вас призываю в это вдуматься в какой-то другой страны. Я вот еще хочу. Просто как раз к вопросу об античности. Собственно, вот арка Штита известная, где, собственно, в общем-то, арклиф во многом, это же просто некий амулет города. Арка? Ну, триумфальная арки. Арки — это вообще без стен. Без стен, да. Но еще и вместе занимаются эти арки. Арки в этих. Да. С одной стороны, колонна, имеете в виду, колонна Трояна, колонна Тита. А вы-то вы говорите? Нет. Нет. Нет, это треумфальная арка. Арка как архитектурное сооружение. Арки без ворот, когда стали строить. Арки, арки, на самом деле, треумфальные арки без ворот, да, без арки. Без оборонительного значения. С другой стороны, арка, когда ворота не часть, не выполняется. Нет, арка находится перед площадью, она является входом на площадь. С другой стороны, Хортаянии в Риме, это были ворота? Или это сейчас так, ну, название, я сказал. Это были ворота? Там была стена, через ней входили? А ворота растернули. Я вот о другом еще примере подумала. Это, несомненно, и ворота, и треумфальная арка. Это все ваши, как начинаются надписи, тем более, говорит ли город, или ворота, это уже идет жанр треумфальной арки. Но это другая история. Теумфальная арка, это ты же, что ворота, который вы видите. Теумфальная арка, это вход на площадь, а площадь является центром города. То есть, центром, но у них разный жанр литературный. Вход в город? Ну, конечно, разный жанр. Ганнибал был перед воротами, и почему это была угроза? А если бы он уже был перед аркой, которая пронимала? Он уже в городе тогда был. Ну, вот просто пример того, что и арка, и ворота были все существуют. Видимо, когда институт триумфа уже они стали. Порта Сан-Себастьяна в Риме. Порта Сан-Себастьяна, которая построена на античных, буквально, так сказать, фундаментах, которая служила и воротами средневекового Рима. Здесь даже есть напись, соответствующая, в 1327 году, значит, люди Баварские потерпели поражение перед этими воротами. Вот, и, ну, здесь я могу ошибаться, но, возможно, все-таки это были и триумфальные, и некая такая триумфальная конструкция, триумфальное сооружение, то, что стало потом называться Порта Сан-Себастьяна. То есть, которые стояло на одной из дорог, отходивших от Рима, или, наоборот, ведущих к Риму. Ну, да, вот. Это еще разъяснилось, что другое. Это исследование, вот, все-таки, ворота, не сводить, а наоборот. Нет, разумеется, то есть, мое исследование, оно только зизится на именно средневековом эпиграфическом материале городских ворот, конечно же. А это как просто вспомогательные дела? Ну, вообще, функционально они разводятся, поэтому... Да, конечно. И семантически получилось их тоже наоборот. Александр Викторович, вы помните про... Да, думаю, последний вопрос есть. Дальше мы переходим к следующему накладу. Вот, если вопросов нет... Такая живая тема, чтобы учить диму... Если вопросов нет, я думаю, можно будет в кулуарах потом исследить дальнейшую судьбу ворот, въезду в город. А сейчас доклад Наталье и Мазу. А вы себя нацепили, да? По-другому. Нет, она должна вертикально вверх смотреть. А вам будет неудобно? Может быть, туда? Удобно. Спасибо. Ну, хорошо. Должна предупредить, что материал моего доклада значительно более легкомысленен, чем материал доклада моего предшественника. Повесть «Египетская марка» построена во многом на приёме дикой параболы. И я заранее прошу прощения у коллег, привыкших к точности, прежде всего у классиков. Нет, мне уже ничего, Маше было душно, главным образом. Ничего страшного. Я в сущности хотела извиниться за некоторую на вкус строгого учёного необязательность сопоставлений. И объяснить это тем самым приёмом дикой параболы, на которой, как писал сам Мандельштам, строится его проза. И на которой невольно начинает строиться исследование его прозы. Начнём, однако, с несомненного. В египетской марке упомянуты две картины, связанные с именем Джорджоне. Это концерт в Палаццо Питти, Флоренция, и Эрмитажная Юдивь. Сравнение с концертом составляет финальный пуант третьей главы, сценки в парикмахерской, где парнок лишается любимой рубашки. Зачитаю этот абзац. И я бы раздал девушкам вместо утюгов скрипки страдивария, лёгкие как скворечни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Всё это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдёт за сутану дирижирующего аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с петербургской стороны, а удивлёнными кружочками концерта в Палаццо Питти. Юдивь появляется в пятой главе, во фразе, вынесенной в отдельный абзац и не имеющей очевидной связи с общим сюжетом. Юдивь Джорджоне улизнула от Евнухов Эрмитаж. До сих пор не было дано сколько-нибудь убедительного объяснения функции этих упоминаний и их возможной связи. В моём докладе я попробую компенсировать это упущение. Хорошо известно, что египетская марка впитала в себя массу мотивов из более ранних произведений Мандельштама. В их число входит и очерк Мазесса да Винчи, вошедший в незаконченную повесть Феодосия, опубликованную в Шуме времени в 1925 году. Среди мотивов, которые связывают египетскую марку и Мазессу да Винчи, можно упомянуть гремящий по пустынной улице экипаж, описание большой стирки и глажки, построенное на метафорике морского боя и, наконец, принадлежащие главным героям, изысканные рубашки и шевиотовые визитки. Общность одежды, общность предметов одежды в данном случае подчеркивает близость двух персонажей. Это два маленьких человека в большом городе, два маленьких человека в новом мире. Это Мазесса и Парнак, которые кровно связаны с еврейской культурой, но идентифицируют себя с культурой европейской, символом которой для них и является их одежда. Художник Мазесса выбрал великого флорентийца своим духовным восприемником, сконструировал по его образцу свой псевдоним Мазесса да Винчи и обустроил мастерскую. Несмотря на сильную иронию, которую Мандельштам вложил в этот образ, он отчасти подтверждает справедливость притязаний Мазессы, сравнивая Феодосию с родным городом Леонардо. Чтобы понять, чем была Феодосия при Денике Неврангеле, нужно знать, чем была она раньше. У города был заскок, делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем-совсем по-старому. В старину же город походил не на геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорее на нежную Флоренцию. В обсерватории у начальника Сарандинаки не только записывали погоду и чертили изотермы, но и собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка Мабо был более известен как поэт. На мой взгляд, эта цитата очень хорошо показывает механику сдвига во времени и пространстве, который лежит в основе мандельштамовской концепции исторических повторений. В действительности, и мой коллега не даст мне соврать, Феодосия тесно связана именно с Генуей. В XIII-XV веках она была форпостом Генуэзской республики в Северном Причерноморье. Более того, семьи генуэзского происхождения, говорящие по-итальянски, продолжали жить там и во времена, которые описывает мандельштам. Тем не менее, он отрицает естественную преемственность, которая диктуется исторической логикой, ради установления тождества высшего порядка. Феодосия Флоренция. Если теперь мы сопоставим Мазесу да Винчи и египетскую марку, мы увидим двух родственных героев и двух художников, сравнение которых является общим местом в истории живописи. Например, Александр Бенуа начинает свой очерк в истории живописи очерк от Джорджоне фразой «Еще в Азаре приписывал Джорджоне то значение для Венеции, которое Леонардо имел для Флоренции». Рихард Мутер в известной книжке, по которой готовился к итальянскому путешествию Блок, пишет, что Леонардо сделал для всего света, то сделал Джорджоне для Венеции. Все это в сущности парафразы биографии Джорджоне в Азаре и так далее. Достраивая эту пропорцию, мы можем предположить, что Парнак и Джорджоне объединены той же метафорической связью, что и Мазеса с Леонардо. Черновики египетской марки подтверждают это предположение. Цитирую. По миллионной пронеслась пролетка. Ротмистер Кжижановский с Юдифью Джорджоне, сбежавший от евнухов Эрмитажа, с той самой девушкой, которая назначила свидание Парнаку. Связи, эксплицированные в Феодосии, в египетской марке утрачивают свою очевидность и уходят в подтекст. В отличие от индивидуальной Мандельштамовской ассоциации Феодосия-Флоренция, уподобление Петербурга и Венеции – это общеизвестное общее место. Однако в окончательном тексте повести его нет. Следы его остались только в Черновиках, где упоминается почему-то горбатый Троицкий мост. Троицкий мост, как мы помним, самый длинный и абсолютно плоский мост Петербурга в то время. Однако горбатые мосты... Да, разумеется, горбатых мостов в Петербурге нет, и Троицкий мост подчеркнут, а не горбат. Горбатые мосты – это характерный признак настоящей Венеции, а не северной. Итак, Петербург и Венеция – это сопоставление, которого в тексте мы не находим. Кроме того, в отличие от мазессы, профессионального художника, Парнак не художник. Из Джорджона его сближает не основная профессия, а полупрофессиональное для них обоих увлечение музыкой. Получается, что прямое уподобление мазесса Леонардо в египетской марке заменяется, как и в случае с Феодосией, тождеством высшего порядка, основанным, как я попробую показать, на общности судеб. В конце XIX – начале XX века судьба Джорджоны и его наследие прочно ассоциировалась с темой утраты и развоплощения, темой, которая проходит лейтмотивом через весь текст египетской марки. Жизни труды этого венецианского художника были изначально очень плохо документированы. Уже Вазари жаловался на то, что он собирает о нем сведения с большим трудом и не всегда может отличить его работы от работ молодого Тициана. Отсутствие точных сведений вкупе с большим спросом на работы Джорджона породили массу ложных атрибуций. И когда в конце XIX века новое искусствоведение занялось их верификацией, результаты стали ошеломляющими. Из примерно ста картин, которые были переписаны Джорджоне к тому времени в каталогах различных галерей, более 90 были переатрибутированы другим художникам. Признанные шедевры Джорджоне ушли к его ученикам Тициану и, главным образом, Тициану и Себастьяну Дель Пьемпо. В спорах вокруг наследия Джорджоне сформировалось две крайних точки зрения. Пуристы были близки к тому, чтобы объявить художника фигурой фикции и оспорить его право авторства даже на одну картину. Поклонники, напротив, подчеркивали силу влияния Джорджоне на Венецианское Возрождение. Двойственный ореол, который окружил в итоге фигуру этого художника, выразительно обрисован в романе «Данунцио ильфуоку». Я цитирую русский перевод, выполненный Зинаидой Венгеровой, дальней родственницей Мандельштама в 1907 году. Он представляется мне скорее мифом, нежели живым человеком. Никакой другой поэт на земле не имел судьбу, равную его судьбе. О нем ничего не известно. Иные даже отрицают его существование. Его имя не начертано ни на одном произведении. Иные не приписывают ему ни одного несомненного творения. И тем не менее, все венецианское искусство как бы зажжено его откровением. Русскому читателю начала XX века было доступно много описаний странной судьбы Джорджоне. Я назову из них только самые популярные. Первым из них следует упомянуть очерк блестящего английского искусствоведа Вальтера Паттера «Школа Джорджоне». По-английски он вышел в 1877 году, а в русском переводе – в 1912. Паттер обладал незаурядным писательским дарованием. И сумел так замечательно воссоздать ускользающий облик Джорджоне и музыкальную атмосферу его картин, и окружить их такой меланхолической атмосферой утраты, что под обаяние паттеровской реконструкции подпало множество поколений знатоков и любителей искусства. Бенуа в своей истории живописи, соответствующий том вышел в 1913 году, развил трактовку Паттера, введя в нее мотив соперничества между хрупким и надмирным Джорджоне и его витальным и хватким учеником Тицианом, который сумел полностью заслонить в глазах потомства новаторскую роль своего учителя. Наконец, в венецианском эпилоге к образам Италии, 1924 год, Муратов дополнил взгляд Паттера подробным рассказом об основных этапах деконструкции наследия Джорджоне до одной последней картины. Таким образом, уже на уровне очевидных культурных ассоциаций, имя Джорджоне встраивалось в контекст египетской марки и работало на усиление, выражалось в Патиняновске, смысловой атмосферы этого текста. Читатель, который расположен к разгадке мандельштамовских умолчаний, может найти и более тесную связь между судьбами Парнака и Джорджоне. Главной точкой пересечения между ними, как мы помним, является улизнувшая юдивь. Мандельштам убрал из окончательного текста сравнение картины с дамой, которая оставила Парнака ради родмистра Крыжановского. И тем самым он создал ощущение смысловой неполноты, которая провоцирует нас к поиску опущенных звеньев. Из непосредственного контекста повести мы заметим, что сам прием анимации, разумеется, роднит сбежавшую картину с улизнувшей визиткой и отсылает к очевидным гоголевским подтекстам египетской марки – шинели и портрету. С другой стороны, имя юдивь обладает отчетливыми этническими коннотациями, которые дополнительно подчеркнуты перекличкой с фразой «Память – это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал, не увезет ли кто». Однако эти объяснения оставляют без ответа два резонных вопроса. Во-первых, почему поведение новой юдифи так разительно отличается от поведения ее библейской предшественницы, почему она покидает еврея ради филистимлянина, и при чем тут, в конце концов, евнухерметаж? Мне кажется, что смысловая завершенность у этого образа появится, если мы обратимся к истории картины и ее интерпретации. Дело в том, что юдифь окружает, если вы мне позволите так выразиться, прочный орел неверности. Эта картина много раз меняла автора. Она была приобретена Екатериной II в 1772 году как картина работы Рафаэля. И в этом качестве она неоднократно литографировалась и гравировалась, и приобрела общеевропейскую известность. В «Эрмитажном каталоге» она впервые описана в 1863 году как работа не такого известного итальянского художника Моретто. Наконец, атрибуция Джорджоне, произведенная в 70-е годы, решительно не получила единодушного призвания. В частности, такой авторитет, как Морелли, считал юдифь копии с утраченного оригинала. Ученик Морелли Беренссон вообще исключил ее из числа картин венецианской школы, а Муратов в образах Италии подверг сомнению основание этой атрибуции. Орел неверности окружает не только саму картину Джорджоне, но и ее героиню. Глазами филистимлянина на юдифь Джорджоне первым посмотрел, по-видимому, Бенуа, для которого венецианская юдифь стала воплощением не героической любви к своему народу, а опасной непредсказуемости женской натуры. Цитирую путеводитель Бенуа по Эрмитажу. «Одной из главных гордостей Эрмитажа является юдифь. Странная картина, такая же двусмысленная и ковардная, как и картина Леонардо. Да юдифь ли это, хочется спросить про эту строгую печальную красавицу с лицом Дрезденской Венеры, еще одна картина Джорджоне, так спокойно попирающую отрубленную голову. Какими глазами взглянет на нас эта женщина, если подымет свои веки? Какими глазами взглянет и Дрезденская Венера Джорджоне?» Любопытно заметить, что эту же точку зрения, точку зрения, условно говоря, филистимлянина, Мандельштам занял в стихотворении «Футбол», написанном в том же 13-м году, что и «История живописи Бенуа». «Неизъяснимо лицемерно, не так ли кончиком ноги над теплым трупом Алаферна?» Юдифь глумилась. Подобная интерпретация Юдифи у Бенуа была частью более общей концепции. Потупленный взгляд, характерный для большинства женских образов Джорджоне, Бенуа толковал как знак страха перед женским коварством. Любопытно, что в египетской марке этот же мотив появится в портрете вероломного похитителя в визитке портного Мервиса. Иногда опущенное веко видит больше, чем глаз. Опять-таки Бенуа усматривал в этом опущенном взгляде пророческое предчувствие кончины, поскольку по одной из легенд Джорджоне не пережил горе-двойной измены. Его возлюбленная изменила ему с одним из его учеников. Что же касается образа Евнухов Эрмитажа, который не устерегли Юдифь, то он, возможно, непосредственно связан с историческим фоном повести, действие которой, напомню, разворачивается летом Керенского. Процитирую очерк «История Эрмитажа за 10 лет» 1917-1927. В августе 1917 года, после занятия Риги, Временное правительство предписало полностью эвакуировать Эрмитаж и другие художественные музеи Петрограда, несмотря на заявления представителей музеев, что всякая перевозка художественных памятников всегда представляет для их сохранности определенную опасность. 15 сентября и 5 октября были отправлены два поезда, которые увезли самую значительную часть эрмитажных собраний. И часть эта свыше трех лет пролежала в ящиках в московских хранилищах. Внешняя жизнь музея замерла, и в течение трех лет персонал Эрмитажа охранял почти пустые залы. Может быть, не лишним будет напомнить и то, что первой масштабной временной выставкой, которая открылась в упустевшем музее летом 1919 года, стал заупокойный культ Древнего Египта. Если читатель, который принимает мандельштамовские правила игры, не удовлетворил свой поисковый азарт простейшим соответствием парнок сбежавшая дама Джорджоне Юдив, он может продолжить охоту, опираясь уже не на прямые улики, а на их тени, своего рода хлебные крошки, рассыпанные в тексте египетской марки. Замечу, однако, что само присутствие этих крошек, на мой взгляд, позволяет думать, что запуск механизма необязательных ассоциаций вполне входил в замысел мандельштама. Коллизии, измены и утраты в судьбе Джорджона и Парнака одинаково связаны с мотивом соперничества. Джорджоне при жизни уступил соперникам любимую женщину, а после смерти лучшие картины. Парнака родмистер Крыжановский решил любимой дамы, рубашки и визитки. Любопытно, что распределение ролей в паре Парнак-Крыжановский очень похоже на соотношение характеров Джорджоне и его главного соперника Тициана. В обоих случаях хрупкий, музыкальный, болезненно чуткий к своим мечтам и страхам герой проигрывает своему витальному, хваткому, крепко стоящему на земле конкуренту. Забавно, что ряд черт Крыжановского военный, поляк, человек без чувств чести, перекликается с описанием Тициана у того же Бенуа, который сообщал своим читателям, что художник унаследовал от отца профессионального военного воинственный склад характера, в его крови кипела смесь славянских и латинских элементов, и, наконец, он был едва ли очень щепетилен в вопросах общественной морали. Джорджон и Тициан не соперничали из-за женщин. Учеником-соблазнителем чаще всего называют морто да фельтре. Однако при сопоставлении их творчества все тот же Бенуа регулярно апеллировал к любовной теме, трактуя отношения с женщинами как метонимию отношений с жизнью. Цитирую Бенуа. Тициан не знает коварной женственности. Его искусство чувственно, но свободно от всякого рабства, от всякого подчинения. Ряд прекрасных женских типов создан им, но ни один не открывает души Тициана, не говорит об его страданиях и сомнениях, подобно тому, как это мы видим во всех женских типах Джорджоны. Всюду Тициан представляется победителем Марса. Это была история живописи. Теперь путеводитель Бенуа по Эрмитажу. Тициан была абсолютно мужественным художником. В Джорджоне и Леонардо не перестает просвечивать какая-то двуполость, и отношение их к Эросу имеет несколько болезненный оттенок. Напротив того, Тициан всю свою жизнь славил женскую красоту просто и откровенно, как бог Марс, супруг Венеры, как победитель, почти как властелин и деспот. Он в своей флорентийской Венере... Это спящая Венера Джорджоне. Это Венера Урбинская Тициана, написанная по очевидному образцу Венеры Джорджоне. Так вот, о флорентийской Венере Бенуа пишет. В этой картине он раскрыл глаза Венеры Джорджоне, и вместо змеиного, скользкого и безумно зазывающего взгляда Леонардо, вместо лживо-невинного взгляда Джорджоне, мы увидели влажный взор влюбленной женщины, обещающей большое здоровое счастье. Бенуа еще раз оживляет изображение богини любви и в рассказе о смерти Джорджоне, который скончался во время работы над спящей Венерой. Венуа пишет, художник точно покинул то ложе, на котором возлежал с богиней, прежде чем она проснулась, как будто опасаясь увидеть ее глаза, прочесть в них предельность, неся в своей душе чувства беспредельного. И с этой точки зрения оппозиция Джорджоне и Тициан проецируется на главных антагонистов египетской марки. Парнака не понимали женщины и, цитирую, в отместку он говорил с ними на диком и выспаренном птичьем языке, исключительно о высоких материях. Еще одна цитата. Он вспоминал свои бесславные победы, свои позорные рандеву, стояние на улицах, телефонные трубки в пивных, страшные, как рачья клешня. Напротив, ротмистер Крыжановский с дамами развязан и ловок. Он водит их в кафе и возит на шикарной пролетке, похожей на греческую колесницу. Вспомним настойчивое сравнение Тициана с Марсом. Любопытно, что это самое изображение богини любви дважды становилось предметом конкуренции между Джорджоне и Тицианом. Во-первых, из-за того, что Тициан закончил после смерти Джорджоне пейзажный фон его спящей Венеры, в последние трети XIX века ему переатрибутировали всю картину. Кроме того, по образцу спящей Венеры Тициан написал свою Венеру-Урбинскую, которая для Бенуа как раз и стала символом общей победы ученика над учителем. На мой взгляд, и это, конечно, не самое обязательное предположение, но, тем не менее, предположение, которое напрашивается, дальние отзвуки конкуренции из-за спящей Венеры можно услышать в истории похищения визитки. Визитка именуется земной оболочкой Парнака, то есть расставание с ней равносильно расставанию с жизнью. Вспомним, как Бенуа пишет о смерти Джорджоне. Он точно покинул то ложе, на котором возлежал с богиней, прежде чем она проснулась. В сцене похищения настойчиво акцентируется мотив сна. Спит не только Парнак, но и уносимая Мервисом визитка. Одновременно визитка уподобляется произведениям искусства. Она оживает в руках портного художника, как статуя Галатеи. Её сравнивают с Сабининкой. Мандельштам сравнивает её с Сабининкой, что отсылает одновременно и к скульптуре Джамбалони и похищения Сабининок, и к одноименной картине Тьепола в Эрмитаже. Визитка ускользнула от Парнака, как и спящая Венера от Джорджоне, из-за недоплаченной мелочи 5 рублей и недописанного фона. И, наконец, если уж продолжать игру в ассоциации, как не сравнить позу Венеры у Джорджоне и Тициана с положением визитки в чемодане ротмистра. Визитка, поджав ласты, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись, шаловливым шевиотовым дельфином, которому они сродни, покроем и молодой душой. Филиацией сквозной для египетской марки темы утраты, которая, как мы видим, и объединяет Парнака и Джорджоне, является мотив отрицания прав собственности. Парнак лишился любимой рубашки, потеряв единственное документальное свидетельство своих прав на нее – записку о сдаче рубашки в стирку, без которой в прачешной он мог опираться разве что на свое честное слово да на авторитет отца Бруни. Хозяйка прачешной в глаза ему объявила рубашку собственностью ротмистра Крыжановского и подтвердила свои слова показаниями шести девушек-гладильщиц. Вся эта коллизия чрезвычайно напоминает обстоятельства переатрибуции картин Джорджоне. Дело в том, что документальных подтверждений его авторства практически не сохранилось, а традиция, на которой основывалась атрибуция большинства его картин, в конце XIX века была в полу деконструкции объявлена полностью недостоверной. И в результате споры вокруг его наследия свелись к борьбе мнений, победа в которой, как правило, определялась большинством голосов. У Джорджона в египетской марке есть свой каламбурный двойник. Произнесённое на французский манер, имя этого художника отзывается в имени французского бульварного романиста. Читаю описание библиотеки, которую держала бабушка Парнака. Где-то на Подьяческой помещалась эта славная библиотека, откуда пачками вывозились на дачу коричневые томики иностранных и российских авторов с зачитанными в шелк за разными страницами. Некрасивые барышни выбирали с пола книги. Кому Бурже, кому Жорджоне, кому ещё что-нибудь из библиотечного шурум-бурума. А говорю, что Жорджоне – это действительно был такой французский бульварный романист. Более того, в 1917 году его романы пережили новую волну популярности, поскольку по ним режиссёр Бауэр снял душераздирающие мелодрамы. Но в данном случае нас интересует второе значение имени Жорджоне, а именно его точный аналог имени Джорджоне, произнесённому на французский манер. Заканчиваю цитату. Некоторые страницы сквозили, как луковичная шелуха. В них жила корь, скарлатина и ветряная оспа. Очень любопытен здесь мотив заразной болезни, который до этого уже использовался в непосредственном соседстве с именем Джорджоне. «Но и в замочную скважину врывался он, запрещённый холод, чудный гость дифтеритных пространств». Немедленно следует продолжение цитаты. Юдив Джорджоне улизнула от евнухов Эрмитажа. В «Черновиках» этот же мотив болезни был сцеплен с мотивом любовной неудачи. Парнак бежал с дворцовой площади, куда не явилась к нему на свидание новая юдивь, цитирую, как с зачумлённого места. Эта мотивная связка, чума, любовь, уже напрямую перекликается с историей смерти Джорджоне. По одной легенде художник умер от горя двойной измены, а по второй от чумы, которой он заразился от любимой женщины. Любопытно, что Бенуа согласовал эти версии, предположив, что в отличие от своих бежавших из Венеции товарищей, среди которых был Этициан, Джорджоне остался в Венеции, несмотря на наступающую эпидемию чумы, потому что после разочарования в любви в нём не хватило сил, цитирую, цепляться за жизнь, он искал смерти. Эту же версию воспроизвёл Муратов в своей новелле «Морто да Фельтре», которая вошла в сборник героя и героини в 1918 году. И снова противопоставление Джорджоне и Тициана проецируется на остающегося в Петербурге Парнака и стремительно покидающего город Коржановского. Таким образом, совокупность улик и ассоциаций позволяет думать, что история венецианского художника могла быть одной из фундирующих реальностей египетской марки. Термин «фундирующая реальность» был введён в Мандельштамоведение Юрием Иосифовичем Левиным, который, к сожалению, несколько дней назад покинул нас. И, в общем, отчасти может быть и символично, что финальные выводы моего доклада будут подтверждаться цитатами из его замечательной статьи о Мандельштаме. Левин пишет, что отдельные элементы фундирующей реальности обычно отражаются в фабуле Мандельштамовских текстов так, что «присущие исходному материалу свойства и отношения не снимаются, но сохраняются, обогащаясь новыми, выходящими за пределы логики здравого смысла чертами». На мой взгляд, решительно противоречит здравому смыслу введённое мной же отождествление Ротмистра Крыжерановского и Тициана, поскольку, в отличие от тонкого и действительно художественно одарённого Парнака, Ротмистр не имеет никакого отношения к искусству. Роль фабульного, взятого из жизни материала, у Мандельштама, как пишет Левин, как правило, сводится к роли строительных лесов, которые убираются после возведения постройки. В нашем случае механизм демонтажа лесов особенно хорошо заметен при сравнении окончательного текста и черновиков. Так из окончательного текста исчезает и прямое сопоставление Юдифи Джорджоне с «Дамой, сбежавшей от Парнака», и упоминание «Горбатого моста» и «Мотив чума». Наконец, предположу, что упоминания Джорджоне могут работать и на метатекстуальном уровне, подсвечивая некоторые конструктивные особенности мандельштамовской прозы. Вспомним третью главу, которая заканчивается упоминанием концерта. Я сейчас... Я боюсь, что может быть... Я позволю себе напомнить, что происходит в этой третьей главе. Парнак приходит в прачешную, чтобы забрать любимую рубашку, не имея записки, которая подтверждает его права собственности. Для этого он призывает с собой отца Бруни, который должен подтвердить, собственно говоря, его честность. Матрона, хозяйка прачешной, опровергает все притязания Парнака, противопоставляя им лживые показания шести девушек-гладильщиц. Сценка действительно необычайно живая, она занимает всю очень короткую третью главу, самую короткую в египетской марке, и она заканчивается вот этой вот финальной метафорой, сравнением всей сценки в прачешной с концертом в Палацу Пити. Вообще-то в начале XX века большинство искусствоведов уже согласилось считать концерт в Палацу Пити работой Тициана. Но в памяти человека того времени эта картина под именем Джорджоне прочно ассоциировалась с очерком Паттера школы Джорджоне, который целиком строился на ее разборе. Я позволю себе напомнить основные заслуги Джорджоне в глазах Паттера. Английский искусствовед утверждал, что венецианец стал первым писать картины безопределенного сюжета. Он изобретатель жанра этих легко передвигаемых картин, не предназначенных для цели аллегорического либо исторического назидания. Небольшие группы реальных мужчин и женщин в соответственной обстановке или на ландшафте, кусочки действительной жизни, игра, музыка или беседа, но облагороженная или утонченная, словно мы созерцаем эту жизнь издалека. Эти пятна искусно смешанных красок, до сих пор послушно занимавшие свое место в архитектурной схеме, Джорджоне отделяет от стены и оправляет в рамки. Живопись Джорджоне для Паттера сродна высшей романтической поэзии, поскольку она дает нам глубоко значительные и одухотворенные моменты. Какой-нибудь жест, взгляд, улыбку, краткое, но вполне конкретное мгновение, в котором, однако, словно в фокусе, слились все мотивы, интересы и влияние долгой истории, и которое словно растворяет прошлое и будущее в жгучем сознании настоящего. Картины Джорджоне для Паттера обладают синэстетическим эффектом. Через воображение они воздействуют на все органы чувств. Цитирую. Словно живое существо, картина вступает в нашу комнату, чтобы наполнить ее изысканным ароматом. Поскольку высшим искусством для Паттера, как наследника немецких романтиков, была музыка, главным достижением Джорджоне он считал музыкальность, привитую им в венецианской живописи. Цитирую. В выборе сюжета, как и во всем остальном, впрочем, концерт в Палаццо Питти типичен для всего, что Джорджоне, сам превосходный музыкант, запечатлел своим влиянием. Для школы Джорджоне сама жизнь становится каким-то слушанием, прислушиванием к музыке, к чтению новелл, к звуку бегущей воды, к полету времени. Школа Джорджоне часто ведет нас от музыки к игре подобной музыки. И часто мы изумляемся неожиданному блаженству самых ничтожных, по-видимому, мгновений. Общая концепция творчества Джорджоне, которую предложил Паттер, сохранила авторитет даже после переатрибуции концерта. В частности, тот же Муратов, хотя и был убежденным сторонником авторства Тициана, тем не менее, с большим почтением ссылался на очерк Паттера и повторял его основные положения. Бессюжетность школы Джорджоне, музыкальность школы Джорджоне, отказ от эпического спокойствия ради лирических колебаний и синестетический эффект оживающих картин. Паттеровская реконструкция того переворота, который Джорджоне произвел в живописи венецианского возрождения, оказалась во многом созвучной размышлением самого Мандельштама в первой половине 20-х годов о тех неизбежных изменениях, которые современная эпоха требует от жанра романа, размышлениях, которые отразились в целом ряде статей и литературная Москва, и XIX век, и конец романа. Более того, в сущности, египетская марка, а до нее шум времени, строится на тех же принципах, что и живопись Джорджоне в понимании Паттера. Это отказ от сюжета и связности ради фиксации отдельных ничтожных мгновений. Это мгновения, которые объединяют прошлое и будущее в остром переживании настоящего. Само название шума времени можно сравнить с паттеровским образом живописи Джорджоне как слушание, прислушивание к полету времени. Теснее всего, с очерком Паттера связана именно третья глава, которая и заканчивается сравнением с концертом. Финальное остранение бытовой сценки через вознесение ее на плафон напоминает паттеровское определение жанра, изобретенного Джорджоне. Это небольшие группы реальных мужчин и женщин в соответственной обстановке. Это кусочки действительной жизни, цитирую Паттера, игра, музыка или беседа, но облагороженная или утонченная, словно мы созерцаем эту жизнь издалека. Картины Джорджоне у Паттера, напомню, оживают, отделяясь от стены. У Мандельштама, напротив, бытовая сценка застывает на плафоне, чтобы снова ожить вместе с картиной. Шесть круглых, шесть кружочков, нет, шесть круглых ртов раскроются удивленными кружочками концерта в Палаццо Питти. Уже отмечалось, что, собственно говоря, на концерте в Палаццо Питти все рты крепко сжаты. Однако Мандельштам оживляет эту сцену точно так же, как Паттер оживляет картины Джорджоне. В третьей главе дважды подчеркнуто упоминается свежемолотый кофе, который лежит в мешочке отца Бруни. Этот кофе в итоге начинает щекотать ноздри вначале разъяренной Матроны, хозяйки прачешной, а вместе с ней уже и читателя. Вспомним рассуждение Паттера о картинах Джорджоне, которые наполняют комнату изысканным ароматом. И, наконец, финальное размыкание границ между литературой, музыкой и живописью у Мандельштама «И я бы раздал девушкам вместо утюгов скрипки, дал бы им по длинному свитку нот», все это вместе просится на плафон, на мой взгляд, напоминает паттеровское определение концерта в Палаццо Питти как образца искусства, которое уловило дрожащие звуковые волны и навсегда предпечатало их к губам и рукам. Вообще, идея размыкания границ между различными видами искусств была очень популярна в 10-е и 20-е годы. Сближение поэзии с живописью, в частности, считал своей главной задачей Бенедикт Лившиц, близкий друг Мандельштама, который был обязан ему умением сдавать рубашки в срочную стирку в польские прачешные. Именно этот неудачно применённый навык и лёг в основу коллизий в 3-й главе. Услуживший одним из прототипов Парнака пиаст, как и паттер, считал музыку истинным содержанием всякого искусства. Однако, входил ли диалог или полемика с Лившицем или пиастом в интенции автора египетской марки, я предоставлю судить профессиональным Мандельштам и Ветам. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, такие вопросы по докладу. Скажите, у вас там не возникало никаких соображений по поводу сельского концерта? Сельский концерт переатрибутирован Себастьяну Дель Пьембо. И у меня есть соображения о том, как именно имя Себастьяна Дель Пьембо зашифровано в черновиках египетской марки. В той самой сцене, где Парнак и отец Бруни взбираются на горбатый троицкий мост, Нева катит свои свинцовые воды, обернутые в чайную бумагу. В принципе, известно, и в статье Гаспарова и Ранена очень хорошо описано, что свинец и Венеция у Мандельштама тесно связаны. Это венецейская жизнь прежде всего. Но заметим, что свинец да еще и в связи с мотивом подмены, прошу прощения, да, Нева катила свои свинцовые воды, обернутые в чайную бумагу, лютая, как иртыш, отказывая в признании, потерявшему стыд государству. И в черновиках последовательно проходит тема свинца и тема подмены. Нева и ртыш, Нева не признает Петербурга. Так вот, на мой взгляд, в этой ситуации свинец и подмена заставляют вспомнить еще и об псевдониме, или вернее прозвище, Себастьяна Дель Пьембо, еще одного удачливого ученика и соперника Джорджоне, которому в тот момент был переатребутирован сельский концерт. То есть при Мандельштане было? Да, на рубеже ряков. Да, конечно. Наташа, а сколько ряков у Пьембо? В сельском концерте? Четыре, по-моему. Два мужчины и две женщины. Вы думаете, шесть? Они больше? Нет, четыре должны быть. Четыре должны быть. Должно быть четыре. По количеству участников сцены должно быть два мужчины, два женщины. Считалось, что один из мужчин это сам Джорджоне, а второй может быть Дель Пьембо, а женщины это венецианские куртизанки. Да, то есть четыре. Четыре должно быть. Пожалуйста, это совершенно вопрос дикий. Но я помню, что где был Мандельштам в Италии? И было что-то там такое. Очень коротко. Где? То есть он во Флоренции не был? Нет, нет. Но, вы знаете, количество... Он все привитил. О, да. Растиражированность фантастическая. Вот этого... Джорджоне вообще. И на самом деле, конечно, степень знакомства с европейской живописью по репродукциям в начале века ничуть не уступала нашей. Достаточно взять книжку Бенуа, вот эти вот тома, которые выходили тогда отдельным выпуском, чтобы увидеть все в великолепном качестве огромной репродукции всех знаменитых картин. Не говоришь об огромном количестве, опять же, черно-белых репродукций, но и в цвете они были абсолютно доступны. У меня кощунственное... Мы знаем, Андрей Штама, что вот попался концерт, то есть вот на уровне слова, концерт Палаццо Питти, совершенно независимо от того, что на нем изображено. Нет, у него есть еще одно упоминание концерта в Палаццо Питти, и более того, оно тесно связано, по-видимому, с очерком Паттера. Одну секундочку, сейчас я его процитирую. Вот, я и говорю, к слову оно связано, оно связано со словом, а вы скажите, по описанию Паттера можно сказать, что раскрыты рты? Нет, могу прочитать. Он смещает. Это сознательный прием. Да. Вот. Постоянный прием. Он смещает. Конечно. Он имеет, он описывает нам ситуацию сельского концерта. Нет, там тоже закрыты рты. Там все закрыто. Одиночка, у нас есть какая-то картинка? Нет, все закрыто. Нет, нет. А эта операция, она у меня тоже возникала, все закрыто. Нет, операция смещает. Это мы знаем. Операция не... Раскрытые рты у нас есть. в классическом живописном произведении. У нас есть, насколько я помню, в раскрытые рты, по-моему, у мастер женских полуфигур в уже это, старые нидерландцы в Эрмитаже. Не знаю, были ли они тогда в... Нет, должны были быть в экспозиции. Они, безусловно, были. Поэтому, мне кажется, что смещение у Мандерина Штамма, они другого масштаба, то есть важнее слово. Слово, концерт, палаццо Пинти, вот все это итальянский антураж. Что еще итальянского в египетской марке? Есть еще кто? Ну, конечно, есть. Ну, кто там? Во-первых, там есть музыка, там есть, во-первых, там есть Бозио, то есть весь сюжет Анжелины Бозио, который умирает. Есть Ария Целлины Морбус, то есть это итальянка, умирающая в Петербурге. Там все итальянское в Петербурге. Что? Там все итальянское в Петербурге. Итальянское в Петербурге. Это разные вещи. Итальянское в Петербурге и итальянское Италия из Италии, это совершенно разные вещи. А Бозио, что вы говорите? Ласточка упала. Бозио воспринимается в нашей традиции как, естественно, принадлежащая Петербургу. И это вот этот многонациональный Петербург. Да, она итальянская, естественно, итальянка, умирающая в Петербурге. Она не относится, как мне кажется, к этому небольшому словарю Италии, которым мы с вами говорили, Наташа Альчайская, которым пользуется, и мы пользуемся, он очень маленький этот словарь, Италия. И он не относится, что ли, к реалиям. Это на уровне слова. У Гудельштама, прошу прощения, итальянский, так сказать, репертуар раскрывается за пределами хронологии событий египетской марки. Позднее. Но уже к моменту написания египетской марки Италия, вот так, как вы хотели бы, есть 20-й год, то есть 18-й год Венеция, потом там начинаются все эти дантовские дела сначала в прозе и так далее. Это уже к 27-му году существует, но этого нет в 17-м году. Вот. Я имею в виду, мне очень интересно, когда я узнала, что у Наташи, когда Наталья Николаевна сказала тему своего доклада, то я отнеслась к этому с большим энтузиазмом именно в связи со словарем Италии. Я и надеялась, что в египетской марке кроме Джорджоне ничего нет. Джорджоне, так сказать, видимый Мандельштаму, но это точно можно сказать, что юдив. Ну как же, я бы раздал девушкам скрипки с Родивари легкие, как с Париж. Да, с Родивари, это тоже, это вот такой вот словарь. Италия. В перечне композиторов, я сейчас не могу точно вспомнить, там кроме, там есть Бах, Бендель, там шесть композиторов, из них четыре немецко-австрийских, два итальянских. Но я, честно говоря, не ставила перед собой именно этой задачи в учринении итальянских реалий. Нет, это не интересно. Но все-таки, вообще, я бы сказала, что доклад удался, судя по тому, что два Мандельштама-Вега сходят между собой. Я могу помолчать, потому что это профессионал. Я не Мандельштама-Вега, вы знаете, после русско-семантической парадигмы вам не ускользнуть от этого определения. Но я пока хотела бы привести два уточнения. Во-первых, у Мандельштама в письме о русской поэзии есть довольно любопытный фрагмент. Он говорит о Кузьмине. Кузьмин пришел от Волжских берегов с раскольничьими песнями итальянской комедии родного домашнего Рима и всей старой европейской культурой, поскольку она стала музыкой. От концертов в палацу Питти Джорджоне до последних поэм Дебюсси. Вот эта линия от картины до музыки, это, конечно, паттеровская идея, что с концерта Джорджона начинается музыка в живописи и начинается иное осмысление музыки в культуре. А что касается, собственно, неточности, дело в том, что паттер дает замечательный, очень известный экфрасис концерта, который я сейчас прочитаю. Если можно, все-таки вернуть концерт. Спасибо. Это довольно любопытно. Именно соотношение, то есть куда смотрел паттер, когда делал этот экфрасис? Сейчас, сейчас. Экфрасис. Прошу прощения. Да. Ее маленькие некрасивые уши ясно прозвучали последние такты у Вертура до Фаскари, ее дебютные лондонские оперы. Она прикрепилась и пропела и так далее. Неправильной неэкономной подачи. Долго, скорей. За которую ее так гранил профессор Катанео. Прощай, тревиатор, российский, церлина. Это не только слова. Они с тем содержанием, с которым они... Так что... Церлина, да. Церлина, да. Волшебный писк, включим. Да. Ну, да, конечно. Но все равно, нет. Вопрос, да? Церлина. Да, 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 да. Нет, я совершенно согласна с Натальей Николаевной. Но Дон Жуан – это моцартовская, еще и нижницкая, а не итальянская. Ну, конечно, но Дон Жуан, значит, ну... Дон Джевань, да. Мы уже будем по-этнической такой, да, по-итальянски. И другие, разумеется, итальянецы. Нет, я абсолютно с вами согласна и считаю, что действительно это очень хорошо, показать, что читал Мандельштам и как слой прочитанного, и того, что действительно носилось в воздухе, а без еще вернон-лини сказали, не упомянули, Пата, Муратов, Бенуа, ну, там еще такие Диа-миноры. Это все действительно дало ему и возможность на основании двух упоминаний, это меня просто вызывает восторг и то, что вы это вытянули, создать картину Джорджоне, то есть картину, не картина, написанная Джорджоне, а картина Джорджоне, в кавычках. Теперь, сколько сейчас считается Джорджоне? Дело в том, что это вечный сюжет. В 1955 году в Венеции была проведена очередная выставка, где было представлено 11 картин и гипотетически еще 20, то есть, скажем, сейчас до 30, но дискуссии не прекращаются, то есть, твердо согласились все считать картиной Джорджоне Мадонну из Кастельфранко, просто потому, что он сам родился в городе Кастельфранко, и никто другой не мог бы написать образ такой. Там никакой надписи нет в Кастельфранко. Там, наоборот, абсолютно неприличное место, неприличное место любовный стишок. Вене, Чичили, Вене, Таффред, 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 Джорджо. И стали говорить, что может быть, этот самый Джорджо, который так зовет к себе свою Цицилию, это и Джорджоне, а может быть, Мадонна из Кастельфранко написана с его возлюбленной. Ну, можно ли стишок, написанный неким Джорджо, считать подписью Джорджоне, непонятно. То есть, споры продолжаются, и я думаю, они никогда не будут закончены. На мой взгляд, атрибут с этой картиной Тициану абсолютно бессмысленна. И более того, целый ряд замечательных искусствоведов тоже так считают. Кастельфранко не мог быть написан Тициану. У Тициана нет ни одной картины с таким уровнем меланхолии. У Тициана нету этих напряженно сжатых ртов, которые как раз считаются характерной чертой Джорджоне. У Тициана много чего нету. Это не Тициановская картина. И споры вокруг нее тоже не прекращаются. Но дело в том, что в конце, в последние трети XIX века сформировалось новое искусствоведение. Помните, может быть, Михаил Леонид Гаспаров говорил о советских искусствоведах, что у них особый стиль, каждое второе предложение восклицательное. А за отсутствием, в общем, точной методологии. Вот на рубеже XIX-XX веков формируется точное искусствоведение. И так получилось, что пробным камнем, на котором они начали оттачивать свое методику, стал Джорджоне. С водой выплеснули ребенка. Не может быть, чтобы от Джорджоне не осталось ни одной картины или только одна картина. Сейчас опять вернулись к одиннадцати, а может быть, к тридцати картинам Джорджона. Но в тот момент у него отобрали все. У него отобрали Венеру, отобрали концерт, отобрали второй концерт. То есть, в сути, это партнер, у которого просто хор голосов говорит, это не твое. И действительно, сочувствие, когда ты начинаешь вчитываться в историю Джорджоне в тот момент, на тот момент, эмпатия охватывает повыше. Судьба Фюрда. Скажите, сколько в Эрмитаже Санеда считалось и сейчас? В Эрмитаже одинаковая ситуация. В Эрмитаже считается, что Джорджоне принадлежит Юдиве, но поразительным образом... А в Роза? Она не в Эрмитаже, она же в Италии. Нет, она в Италии где-то, я не помню где. Но удивительным образом, сам Муратов в 1924 году взял и отдал Юдиве Джорджоне. Потому что ему показалось, что атрибуция какая-то безосновательная. И даже если мы будем считать, что Юдив не принадлежит Джорджоне, вот очередное убегание Юдиве. Ну и без того, что все будет хорошо. Я могу вам сказать, что в венецианской анфиладе Эрмитажа есть очень милая маленькая картин «Отдых на пути в Египет», которая во времена Бенуа приписывали ее Али Бутилус как кориане. Потом долгое время, она была у нас уже, в наше, ну условно советское время, я забыла, кто из итальянских художников был. И в какой-то момент я с удивлением увидела один раз Джорджоне, другой раз школу Джорджоне. Вот мне интересно, я очень давно не была там, что это сейчас. Это в первом же зале, она действительно, нет, или во втором, но не помню. Это очень интересно, потому что в египетской марке есть очень странный фрагмент. Гоффман протягивает парно-пумарку, на которой изображен пирамида и верблюд. И «Омри Ране», который, там нет для этого, да? По-моему, нет, там просто пейзаж такой тумарный и сидит меланхоличная. Сидят трое. Есть такая картина у Джорджоне, сейчас, среди атрибутируемых Джорджоне, но мне только кажется, что она не в Эрмитаже. Вот маленькая, она маленькая, если, может быть, она и есть, поэтому у меня вот сдвиг с «Грозой», что же я, ну, я знаю, что я перепутала, причём из французов XVIII века, то есть, ну, «Гроза-то» я помню, что бы такое. Ну, это ладно, это уж мои. Но это, я просто очень любила эту картинку, увидев её сначала в венецианской амфиладе, потом, прочитав про неё, потому что она входит и в Бенуа, как кориане. Я проверю, спасибо. Вот сейчас мне интересно, что сейчас с ней сделали в Эрмитаже, потому что, когда была хранителем Кустодиева, она, как я понимаю, была необыкновенно такая динамичная, потому что всё время менялись и экспозиции, и атрибуции. Я проверю, сейчас не знаю, проверю. Перед пятой главой, для Джорджона, последний абзац четвёртой главы начинается. «Ломтик лимона – это билет в Сицилию к жирным розам». Да. Дайте мне книги, я не знаю, а в Сицилию, иностранные слова. В Сицилию. «Ломтик лимона – это билет в Сицилию к жирным розам». Сицилия – это Италия, значит. Сицилия. Сицилия. Это в Италии? Да. Позвращивали про Италию. Теперь дальше. Позвращивали про Италию. Внутри пятой главки. Так. «Керосинка была раньше примуса. Пизанская башня керосинки кивала порно». И, наконец, с музыкой. С музыкой очень интересно, потому что музыка, как бы, ноты, как бы, ноты, как бы, все немецкие, но… Итальянцы, задрав носы, ходят под развешанным бельём. Италиевый шум, он развешивает ноты, как бельё для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы. Пусть труднейшие пассажиристы, но и так далее. Это Альбертиевы басы, возможно. Это Кац писал о том, что это специальный такой музыковедческий термин – Альбертиевы басы. По имени Леон Альберти. Альбертиевы басы довольно много. Да. Не говоря уже, что Санкт-Петербург – это северная Венеция, или северная Голландия, Маранская. Это мы исключаем петербургское, поэтому я и Бозио имела наглость исключить. Но у Бозио есть чисто итальянские вкрапления. А оно, наверное, в Пизанскую башню мы тоже можем исключить? Нет, в Пизанскую… Нет, нет. Нет, есть вот такой вот итальянский словарь – словарь Италии. Понимаете? У Бозио – это не то, что место рождения Российской Федерации и так далее. Мне казалось, что вы когда-то говорили о том, что у Мандельштама в этом произведении довольно много черт, которые можно истинить не лично знакомство с Италией, а просто не введение, верно, к итальянски. Это я говорю не о Мандельштаме, не только о Мандельштаме, а о словаре Италии. Маталья Николаевна, а может быть, ну скажите что-нибудь, пока вы… Подоклад. То есть мне сказать, что доклад столь интересен, что вообще говоря, обсуждать его уже не хотелось. И дальше это, так сказать… Ну, хвалить-то хотелось. Зато, я повторяю, доклад так интересен и короткий, что обсуждать его дальше уже не хотелось. И вот, если вы говорите о Мандельштаме веках, притязаю выступать от Италии, а всё очень ново, но всё в рамках. Дикой параболе. Да. И особенно, значит, я признаю за упоминание Юрьевича. Спасибо. Да. Можно же задать вам вопрос, Наталья Николаевна. Вот у меня в некоторой, может быть, неожиданной ассоциации о людях, вместо дикой параболы я вам это предлагаю, возник вопрос. Было ли известно, или известно ли что-то сейчас, о том, знал ли Мандельштам творчество Эдуарда Мане, и я имею в виду конкретно «Запрак на траве», и вообще, что вот в этом направлении делались ли какие-то попытки, потому что некоторые соображения возникают вот при слушании того материала, который вы предлагаете. Вы хотите связать сельский концерт с «Запраком»? Нет, то, что это связано, Барс, к этому прочему, это все известно. А вот было ли Мандельштаму что-то об этом известно, потому что там сюжет, там тоже две фигуры, которые, ну, это сводят там или возводят, я не знаю, к состязанию Геракла с Дианисом. Есть соображение вообще о том, что вот эта картина носит такой состязательный такой момент, который не вполне очевидный. И вот вы как раз об этом говорите, и было ли что-то известно о том, как интересовался ли этот Мандельштам, и вообще что-то вот о французском деле. Вы знаете, о французах, там есть большой фрагмент про барбизонцев. Воробьи щепечут о барбизонском солнце, которого не хватает мрачно-фламандскому Эрмитажу. Вот первое упоминание. И второе – о меня не пригласили на барбизонский завтрак, хотя я в детстве разломал фонарики. Эти упоминания довольно подробно откомментированы в сообществе «Египетская марка», которое ведёт сейчас Олег Андершанович Рикманов. И он, комментируя эти упоминания, в частности, если я не ошибаюсь, говорит не только о том, что... О том, что Мандельштам имеет в виду не только, собственно, барбизонцев, но и, конечно, ранних импрессионистов, и упоминает «Завтрак на траве» Мане. В том числе, если я не ошибаюсь, он проводит параллель с сельским концертом Джорджоне. А если не проводит, то она, в общем, очевидная. Вот, поэтому он французскую живопись... Про французскую живопись есть отдельная статья про Мандельштама и Синьяка, хорошая. Есть статья про мандельштамовское стихотворение «Импрессионизм». И есть вот эти упоминания барбизонцев. Это то, что мне удалось пока найти. К сожалению, мандельштамоведение, оно огромно и несистематизировано. То есть каждый раз, когда что-то находишь, тратишь больше времени на то, чтобы понять, действительно ли это ново. Как и пушкинистика. Ну, как и пушкинистика, к сожалению, да. Но мне казалось, у вас всё-таки библиография какая-то бывает. А несистематизированная. Ну вот. Всё тоже самое. Ну вот. Всё, наверное, да? Что ты ещё раз? Спасибо большое. Что ты ещё раз? Нет, ну можно ещё... А, действительно обсуждать, как, верно было сказано, уровень такого высокого наклада бессмысленно. Но в то же самое время столько затронута тема, и вы грестяще, конечно, показали, что ничего случайного нет. Как бы он говорил вплоть до запятой. Когда вот говорят, да сказал, но мы никогда не узнаем, почему вот это было замечательно показано. Ну вот, как я поняла, две составляющие в вашем накладе. Первая, значит, мы объясняем субстрат вот этих вот цитрат, что они абсолютно обоснованы, и что за ними стоит. Это первое, это вы грестяще показали. Тут вопросов нет, конечно. И второй вопрос – это влияние и пересечение уже двух художников. Вот сходство и не сходство, такое типологическое одного и другого. И вот, ну, со вторым, конечно, больше вопросов, потому что вот для второго это надо привлекать, наверное, Мандельштама целиком. Вы совершенно правы. Это слабая часть, которая провисает при произнесении. Но если бы я ее опустила, то могли бы меня спросить, погодите, а при чем тут концерт? Я бы все равно объяснила про ее титул. Я даже думаю, как вы думаете. Мне кажется, что здесь даже важен не столько сам Джорджоне, сколько связка Джорджоне-Паттер. Потому что Паттер, конечно, для этой эпохи фигура культовая. Ну, достаточно сказать, что Оскар Уайлд считал его своим учителем, Рёскин, Вернон Ли. Они все пишут под обаянием Паттера. Это действительно был человек удивительного эстетического чутья. И статья про концерт Джорджоне замечательная. Может быть, лучшая статья из всей вот этой знаменитой тоже в свое время книги Паттера. И я думаю, что Мандельштам не столько ассоциировал себя Джорджоне, сколько его заинтересовала вот эта идея, прописанная Паттером, идея переворота в живопись. Как живопись, которая до этого была эпически нарративна, вдруг становится фрагментарно, синестетично, и забывает о фабуле, и оживает благодаря этому. То есть здесь, конечно, нужно показывать, собственно, брать текст третьей главы, которая заканчивается описанием концерта, и брать текст статьи Паттера. И если сравнивать два текста, то видно, оно играет, да. Но я не подготовилась, не раздала вам текст. То есть это один из статьев должно быть? Да нет, она вполне встраивается. Это маленький кусочек, такое завершение. Потому что получается, что Джорджоне встроен на мотивном уровне, а на метатекстуальном уровне работает вот этот точерк Паттера. По-моему, мне так кажется. С Мадештамом очень трудно. Самые здравые люди вдруг начинают с пены у рта отстаивать какие-то сопоставления, которые понятны только им. Но это опасность Мадештаму людям. Спасибо. Спасибо за интереснейший доклад. Я думаю, продуктивное обсуждение продолжится потом и потом. Наверное, когда этот же материал будет опубликован, получит развитие, может быть, в книге даже целой весны. Вот. А мне придется сейчас оценить последний доклад. Перерыв. Да, не будет перерыва, потому что доклад, сейчас доклад последний. Это доклад, это мое сообщение. Я думаю, что просто бессмысленно делать перерыв. Я постараюсь, только щадя слушателей, быть предельно кратким. Мой доклад посвящен как раз продолжению темы, поставленной в докладе Натальи Николаевны, а именно влиянию популярного искусствоведения на изменение самой оптики, то есть самих привычек рассматривания живописного произведения. Известно, что насколько искусствоведение, особенно популярные изложения, в том числе в виде путеводителей или популярных книг, они влияют, в частности, на видение статики и динамики. Так, в Европе, например, с какого-то времени сложилось противопоставление византийского искусства как искусства преимущественно статичного, как искусства, в котором ничего не подходит, и европейского религиозного искусства как искусства динамичного и пантомимичного, в котором персонажи библейской истории разыгрывают своеобразные сцены, тогда как византийское искусство было как эротическое, застывшее и самодавляющее в ограниченном своем символизме. Я буду говорить о втором популяризации древнерусского искусства, древнерусской византийской иконы, втором после популяризации начала века, то есть известных трудов Евгения Трубецкого и других, в которых была дана попытка дать целостную интерпретацию всей древнерусской традиции иконописи с богословских позиций. При этом популярная традиция такая фолк-наука сложным образом соотносилась с академическим искусствоведением. И, разумеется, рамки моего доклада не позволят говорить подробно о том, какие именно из достижений академической науки задействовались или отбрасывались. Тем более, что, если говорить о втором открытии иконы для широкой публики в 70-е годы уже с развитием туризма и вообще ростом общественного интереса для древнерусской истории и искусства, то здесь нужно подчеркнуть, что вполне профессиональные искусствоведы участвовали в этой популяризации, изготовлении популярных книг. Меня интересует именно та оптика, которая за этим стояла, то есть что внушалось зрителю, человеку, который смотрит на икону, что он должен был там увидеть, по мнению популяризатора искусства, насколько это вообще соответствует реальному смыслу данного искусства. Ну, и я не нужно напоминать, что в русско-идеалистической традиции начала века иконопись трактовалась собственно все истолкование древней иконописи строилось на определенной экспликации догмата Седьмого Вселенского Собора, который утверждал, что обоснованием иконописи является само совершенство Бога-человека, что совершенное воплощение и является основанием совершенной допустимости любой эстетической реализации факта воплощения, что само то, что совершенный Бог стал совершенным человеком, позволяет и изображать Бога в образе человека, и представлять его с помощью разного рода символических средств. При этом заметим, что догмат Седьмого Вселенского Собора вовсе не ограничивал изображение Бога исключительно образом воплотившегося Иисуса, образом человеческим. Он подразумевал вполне символические изображения Троицы, вполне подразумевал в том числе и словесные символы. Все смысл этого догмата был в опровержении иконоборчества, которое исходило из того, что эстетический опыт заведомо не может быть соотнесен с опытом духовного познания. Как было это проинтерпретировано в идеалистической традиции? Ясно, что сам догмат открывает довольно широкие возможности для интерпретации, но в идеалистической традиции это было интерпретировано следующим образом, что если речь идет об идеальном воплощении, о том, что совершенный Бог становится совершенным человеком, значит и само эстетическое высказывание должно нести в себе черты некой идеализации. При этом сразу же было отвергнуто реалистическое или классицистское икона. Вся эстетическая программа начала века открытия древнерусского искусства строилось скорее негативно, чем позитивно, на отрицании того, что называлось реализмом. И в чем упрекал реализм? В том, что он только имитирует жизненность, но сам не является жизненным. Что скажем, тот же Трубецкой говорил, что, например, реалистическое или классицистское изображение какого-либо евангельского эпизода, даже висящее в храме, не может быть иконой, потому что здесь имитируется некий эпизод из евангельской истории, он разыгрывается, но он не является настоящим образом, настоящим, так сказать, воплощением, настоящим совершенством. В этой эстетической программе явным образом смешивается понятие, очень много понятий, в частности, понятие эстетического образа и понятие образа в церковном смысле, как иконы. И смешивается понятие совершенства, совершенства как совершенство самого факта, самого изображаемого факта, допустим, совершенное воплощение или совершенное действие Бога в мире. И совершенство как такое однозначное символическое воплощение. И также в качестве базовых принципов древнерусской живописи были признаны цвет, вы помните формулу Тубецкого «умозрение в красках», цветовые решения противопоставлялись сложным композиционным решениям, и икона описывалась как полностью окомпозиционный механизм. Подчеркивалось, что каждый момент в иконе настолько символичен, что уже никакая композиция здесь не важна, здесь важно чистое воплощение. При этом, когда говорилось о материалах, то материалам поневоле также приписывался некоторый символический смысл. В частности, именно в то время начинают изучаться руководства по иконописи и изучаться практические советы, скажем, как растирать краски, как смешивать цвета и так далее. И все эти руководства, которые имели реальный ремесленный смысл, они подвергались вторичной символизации. Говорилось о том, что сам опыт иконописца является опытом своего рода ритуального священодействия. Разумеется, это наложилось на тогдашние искания в широком смысле богостроительские или, так сказать, неохристианские. Каким же образом подходили искусствоведы 70-х годов, занимавшиеся популяризацией искусства для широких масс, для, прежде всего, туристов, которые, скажем, ездят по маршруту «Золотое кольцо», как они объясняли, что именно изображено на древней иконе. Самое интересное, что они попытаются также представить икону, как некий, в общем-то, совершенное воплощение замысла, как некий такой полный реализм. Но при этом они сразу же столкнулись с той проблемой, что этот реализм никак нельзя вписать в то эстетическое понимание реализма, которое было официально признанным. И поэтому они стали говорить, прежде всего, о несовершенстве материалов. И, например, очень часто встречается во всех этих книгах такого рода рассуждение, что средневековый художник стремился к воплощению идей, к воплощению некого идеала. Ну, разумеется, слово Бог не могло употребляться в подцензурной советской книге. Воплощение идеала, но при этом мы сталкиваемся с тем эмпирическим фактом, что иконописное изображение весьма несовершенно. Тогда искусствоведы начинают цитировать описание того же Иоанна Дамаскина и говорить, что вот по учению Иоанна Дамаскина земная жизнь Христа – это некое подобие божественного бытия. Причем, кстати, с точки зрения христианской догматики это неверно, что слово «подобие» здесь совершенно неуместно, здесь речь должна идти все-таки о полноте воплощения. Следовательно, и само изображение может быть несовершенным, использовать плохие материалы и всячески подчеркивать условность изображаемого. В частности, все советские искусствоведы, что самое поразительное, они говорили не о яркости, а о тусклости и даже о пугающем характере красок на древнерусских иконах. И если первое открытие иконы в начале века – это было открытие очень ярких красок, и всех поразило, насколько краски были яркими в сравнении с реалистическими, то здесь говорилось, что эти краски тусклые. И вот я могу даже просто зачитать несколько таких цитат, например, из трудов того же Алпатова, который был мэтром из изучения иконописи в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот, например, как он пишет о использовании золотого цвета. Обилие золота – характерная особенность византийской иконописи. В этом сказалось не только пристрастие к царственной роскоши, но и потребность преодолеть цветовую плоть краски таинственным мерцанием. Сознание своей греховности, готовность предаться аскетизму рождают настроение печали и уныние. Это проявляется в преобладании приглушенных красок пурпура, темно-синего, темно-зеленого, землисто-коричневого. Это пишет профессиональный искусствовед, но если мы обращаемся к реальной символике данных цветов в византийской культуре, то выясняйте, что пурпул был царственным цветом, и во всех описаниях он трактовался как самый яркий цвет. Темно-синий ультрамарин также имел свою символику неба, и именно в оформлении дворцов именно ультрамарин передавал небесный цвет, небесный цвет потолка, купола. И, впрочем, это именно использование ультрамарина, а не голубого, оно осталось и в европейской дворцовой архитектуре вплоть до конца XVIII века. Через итальянское посредство, через оформление плафонов итальянского возрождения и так далее. И везде описывается, допустим, темно-вишневый плач богоматери выражает всю возвышенную сдержанность ее мастеринской скорби. И там темно-вишневый плач про икону Милейн Траур набрамляет ее лицо, подчеркивая печаль. Это пишут разные искусствоведы, при том, что речь идет не о стоянии у креста, а об иконах богоматери с младенцем, о каноническом, в общем-то, утвержденном в VII Вселенском Соборе, типе как бы портретирующего изображения, то есть тех изображений, которые были санкционированы легендарным образом, легенды об авостоле Луке и догматические. И вот в результате получается, что необходимость для этих популяризаторов искусства размешивать тот реализм, о котором говорила идеалистическая традиция начала века, и тот реализм, о котором говорила советское существование, приводит их к тому, что они должны для адекватной интерпретации иконы изобразить ее материал как крайне несовершенный, говорить о том, что цвета на иконах тусклые, о том, что золото, оно только мерцает, и о том, что изображение обычно непродуманное, и говорили об этом как о сознательном замысле иконописца. Интересно, это можно сравнить с таким очень интересным документом, который вот почему-то очень мало находится в обороте историков и историков православия в 20 веке, историков искусства. Это докладная записка Васнецова по местному собору 17-18 года. Почему-то вот я на него почти не встречаюсь ссылками, но, впрочем, это очень характерный документ, потому что он должен был определить официальную программу русской церкви в отношении к росписям храмов. В частности, в этом документе говорится, что некоторые нынешние художники-декаденты начинают воспроизводить яркость иконописи, совершенно не думая о том, что кроме яркости у этих иконописцев было еще мастерство, что действительно было еще мастерство, что Васнецов... Главное, что вкусность нет. Да, да, что при этом Васнецов тоже признает вполне яркость древней иконописи и упрекает декадентов в том, что, наоборот, он говорит, что декаденты, когда пытаются воспроизводить, копировать это, у них получается непродуманное сочетание цветов, которое воспроизводит впечатление мельтешения, и такое вот, что, допустим, используя какой-нибудь темный плащ, это получается впечатление такого черного романтического плаща. И вот Васнецов против этого восставал и говорил, что вся проблема тех, кто пытается копировать древнерусскую иконопись, она состоит именно в этом, что они воспроизводят яркость цветов, но неплохо воспроизводят композицию. Тогда как... То есть, значит, есть яркость и композиция? Да, да. Тогда как искусствоведы 70-х годов, они уже не замечали, не видели композиции, и для них яркие цвета уже оказывались тусклыми, пугающими, произвольно данными и так далее. И интересно, кстати, вот этот статус золота, что золото кажется мерцающим, и что, по видимости, это связано и с опытом восприятия, уже, так сказать, с культурным опытом восприятия, если мы перейдем к таким понятиям cultural status, собственно, где мог золото видеть, условно говоря, советский человек. Это ясно, что это очень небольшое количество золотых изделий, которые, прежде всего, казались матовыми, во-первых. То есть, он не мог представить себе действительно яркое использование золота. И казались, опять же, загадочно мерцающими. Такое мерцание золота во тьме. Это только одна из черт вот это вот. И вот это вот искусствоведение. Есть довольно много и других черт этого советского искусствоведения. В частности, постоянно, например, подчеркивалась неподвижность фигур, допустим, что всегда, допустим, при описании известной композиции Дейсиса, известной композиции, составляющая центральную часть иконостаса, где, в общем-то, изображено шествие. В молитвенной процессе везде говорил, что эти фигуры, допустим, они основательны, плотны, приземисты, хотя речь идет просто о фигурах наклонившихся, но вполне полных динамики. Что их силуэт усиливает плоскостное звучание, что они кряжистые. Даже у некоторых искусствоведов, которые особенно специализировались на подчеркивании народности древнерусской иконости, говорилось о таком мужицком телосложении святых, которые изображены в Дейсисе. Понятно, что это не имеет никакого отношения к реальным замыслам художника, а говорит только о желании, так сказать, акомпозиционно смотреть на изображение. Всички подчеркивает, наоборот, его несовершенство, неуклюжесть и разрыв с идеалом. Ну, по видимости, я не хотел бы больше вас томить. Я, наверное, остаток разговора построю в виде ответов на вопросы. И, чтобы проделать эту работу, я изучил около 30 таких книг. Это я, в том числе, серия древнерусское искусство издательство наук, которая создавалась под редакцией Подобедовой, которая сама была человеком очень религиозным, но вполне следовала... Подобедова. Подобедова. Ольга Игоревна. Сама была лично человеком очень религиозным по воспоминаниям всех, кто ее знал, но которая полностью следовала в норму советского... В норму советского описания древнерусского искусства, как искусство заведомо тусклого, непродуманного и несовершенного. И вот как раз я бы хотел услышать, какие ваши размышления о состоянии дел в то время, может, по личным даже впечатлениям. То есть, вопрос, что вы хотели услышать? О впечатлении. Как, собственно... От советской власти впечатлений? Нет. Ой, сколько впечатлений? Нет. От того, как при советской власти изображалось древнерусское искусство, популярных передач, изданиях и так далее. Нет, популярных никак. Нет, я хочу заступиться за советского человека про мерцающее золото. Он золото видел вот так вот в метро, на сельскохозяйственной выставке, знамены эти золотые, наконечники... Нет, в метро ездили не все. А? Только Москва или Нембран, например... Нет, это известно, я там и описывал. Знамена и гербы видели мы везде. Все-таки это не то золото. То есть дело, что это искусственное золото. Это мерцающее золото. Нет, он ярко... Руках он действительно держал, мам. Ну что было? Золото это золото. Нет, а почему ему в руках надо было держать, чтобы говорить? Нет, речь идет о... И тем более искусствоведам. Почему им надо было в руках... Речь идет о том, что искусствоведы все пишут, что? Там таинственное мерцание золота, приглушенные там охра. Это не все золото, что блестит. При том, что охра это был субститут золота, и опять же, это были цвета ярко. Все были так темные, приглушенные охры и так далее. Насколько я поняла, Саша, вашу мысль, ваша задача, мне кажется, совершенно, как бы с ней спорить абсолютно точно, что есть некая вот эта идеология советской власти, которой следовали в том числе даже такие все понимающие и знающие люди, как искусствоведы. Это распространилось во все, на восприятие русской литературы, где ничего не было, кроме лишних людей. И революционной борьбы, да? На античность, в которой ничего не было, кроме борьбы классов. То есть что-то еще тоже было, но изучали в основном. И вот вы это показали на материале древние описания. Такой умный человек, как Албатов, такой прекрасный специалист по античности, но не самый, можно сказать, незнающий. Все-таки у меня, Саша, только к вам как вопрос. Вы как думаете, это проблема соцзаказа или они так воспринимали? Это проблема видения и восприятия? То есть они хотели этого научить читатели или они уже сами так воспринимали? Я думаю, что это что такое, что у них как... Саша пыталась показать доклад, что у них просто не было, что называется, другого языка. Для того, чтобы они уже привыкли писать на этом языке и не сделали... Некоторые сформировались раньше. И не делали усилия, чтобы описать то же самое на другом языке. Это какие годы? 70-е. Семьи? 70-е годы. 70-е годы писали вполне тихо, успея. То-то и дело, что в то время уже, что в то время, что в том-то и дело, что в то время уже с другой стороны был там, был Андрей Рублев-Тарковского, были выступления, были первые работы Лихачева и так далее. То есть был уже проблемный язык, который выходил далеко за рамки, когда первые работы Борис Андреевича Успенского. Поэтому вопросов очень, да? Так, но у вас основное возражение, что они описывают как приглушенные цвета икон. Только это возражение. И отсутствие не видит композиции. То есть они не замечают... Только они рассматривают каждый элемент отдельно от общей композиции. Нет, вы знаете, эта проблема, кажется, или задача, кажется, более сложная. Вот как раз в эти 70-е годы появился так называемый серый слой в живописи. В живописи серый слой тогда появился. Но его так квалифицировали. Потому что большинство зрителей, которые приходили посмотреть на картины современных художников этого времени, в особенности на Западе, они видели, что они не цветные, а серые. В чем обвиняли художников. Но впоследствии оказалось, что у художников, проводилось исследование, обнаружены были другие рецепторы глазного дна, которые сейчас присутствуют практически у всех людей. Мозжи развиваются. И вот сейчас эти картины воспринимаются как цветные. И вот эти исследователи, возможно ли их рассматривать как деградантов, возможно ли их рассматривать как деградантов, которые просто не видели что-то? Или видели это иначе? Вот это интересный вопрос. Потому что, к сожалению, я не знаю работ, в которых исследовалась реальная оптика МАС. То есть, какие-нибудь работы, скажем, по социологии восприятия тех же выставок. И физиологии. И физиологии. Собственно, что видел, допустим, простой человек, который оставлял, скажем, отзывы о посещении выставки. Или что видели люди, потому что, допустим, репортаж о выставке в газете, он, как правило, заштампован до крайности и не может служить материалом для исследования. А вот, скажем, допустим, сохранились ли книги отзывов о выставках художников, которые проходили в 70-е годы, и как воспринимали цвета, что писали. Писали ли там, у вас тусклые цвета, не писали ли у вас яркие, слишком яркие цвета. Писали ли. Что, нет, я думаю, как раз, если мы посмотрим отзывы на выставке, я думаю, такие отзывы мы найдем. Просто, насколько сохранился этот материал. Вы знаете, совершенно очевидно, я просто читал эти отзывы, но это касалось не того материала, о котором вы говорите, а больше художников такого, ну, назовем его условно-авангардного направления. И интересно, что зрители, которые приходили на выставки, они оставляли по отношению к искусствоведам или официальным рецензиям прямо противоположное впечатление в книгах отзывов. А какие примеры? Ну, зрителям, как правило, очень нравились картины и изображения. Ну, вот, в общем говоря, они там, я не помню, там они писали конкретно о цветах, но, вероятно, это тоже присутствовало. А вот критики часто оставляли негативные всякие... Критики в смысле власть? Профессиональные критики? Ну, нет, это профессиональные искусства. Критики, направляемые властью. Нет, ну, власть... То есть критики представляешь собой часть системы контроля? Ну, конечно, да. Если это критики, часть системы, то это как БТЗРО выставка, да? Да, то есть искусствоведы штатства. Все понятно. Нет, ну, в этом плане тут, конечно, спорить вообще не важно. Я веду речь о воскусствоведах, многие из которых искренне любили древнерусское искусство, и делали о пуляризации, более того, иногда видели в этом свой даже религиозный долг. Вы говорите вообще сложнейшую проблему, получается, проблему восприятия. Проблема виднее не то, чему они хотели научить, а то, как они воспринимали в страхе перед этой системой. А вот это самая сложная проблема. Оптика, реальная оптика, человек, тот же человек, который всю жизнь занимается вроде искусством, много чего видел, много чего знает, знает и историю, допустим, историю цветовой живописи, смысл использования цветов, знает разные типы композиции, почему он начинает видеть так и воспринимать свой багаж. Психология восприятия. Несколько я теперь знаю от своего сына, что есть такой курс на психологии восприятия. А если это психологическая проблема, вы будете в этих людей искусствовать... Или физиологическая. Психологическая. Ну вот власть. Если страх каким чувством будет считать, это физиологически, психологически. Психологически. У нас есть такой пример на кафедре, у нас такая история римской литературы, профессора Дератани, по которой мы, например, никогда не занимались, хотя мы знаем, что она есть, и вы не занимались, не занимались, и случайно Дератани заведовал кафедрой, который сам по себе вообще был не такой специалист, учил сам обзыв, и вдруг мы на практике увидели эти книжки, когда я перебираю, я говорю, Клара Петровна, чего же мы никогда не занимались? Вышли с ума, сошли, это же вообще, мы же писали, а там авторы, все авторы кафедральные, это книжка социальная, тогда надо выпустить, было это в римской литературе, и вся она классовая, оказалось, и они уже все от нее отреклись, никто, слава богу, по ней не занимается, она была чересчур просто классовая, но вот так даже применительно к римской литературе, это даже не история, даже вот такой был тогда, а что мы говорим? Да, я знаю, что в учебнике Дератани, соответственно, при трактовке Илиада, там схвалялся Торсид, соответственно, как представитель, соответственно, униженных классов. Ну, тут как бы не так однозначно проблем у вас приют, а живопись, она, конечно, стоит в курсе. Ну, и это просто меня заинтересовало, что 70-е годы уже более, так сказать, более либеральные. Да, Дератани раньше. Да, сейчас 50-е годы, годы как раз самого большого обострения контроля, так сказать, после... 70-е? Нет, я здесь про 50-е годы, что писался... 70-е писал Дератани? Он Дератани писался во время, там, борьбы с космополитизмом и всего прочего. Само такое, у кого есть, у кого нет. Бедная, я ему научилась стихи, интеллигентная. Вот такие разные. Ну, поскольку он вступил в партию, то он на кафедре антинома был и с боем, и так далее. Так что жалко ему было... Вы скорее зачистили. Вы знаете, это было настолько скучно, его особенно когда он путал тетради, и... Нам было совершенно все равно, знаете, простите, я прошлую лекцию прочел вам по диалектологии, а должен был быть, там, по грамматике или что-то такое даже. Интересно. Но это не к этому. А вот то, что для меня, то, что я восприняла... Вам не кажется, Александр Викторович, что это был еще способ вывести иконопись в такое, ну, некое сакральное пространство? Потому что, когда они описывают это как такие приглушенные краски, мерцающие золото, то это, для меня, это описание икон в церкви. Когда мы не видим ни ярких красок, и золото действительно мерцает, и оно мерцает только при свете. Композиции. Да. И композиции нету, конечно. То есть мы видим пятна некие выхваченные из... Я не хочу, это слишком о них хорошо говорит. Я, к слову сказать, в подтверждение вашего мысли, у меня есть несколько цитатов, которые меня заставили предположить. Например, вот тот Жалпатов описывает успение Феофана Грека. В общем, это очень яркая икона. И тоже описывает как мрачная. В Успении Донской Богоматери, апостолы плачут и рыдают об усопшем. Соответственно, краски – это иконы темные, мрачные, облако за крестом темно-синее, дожало Серафим над его головой и не в состоянии рассеять мрак. То есть Серафим фактически к лампаде изображает впечатление человека, зашедшего в церковь и увидев лампаду перед иконой. Кроме того, опять же, плачут и рыдают. Нужно, опять же, учитывать, как сталкивался советский человек с церковью. В основном, на панихидах, на отпеваниях. Все знали, что, допустим, если идёт священие, значит, он идёт кого-то храниться и так далее. Красная церковь связывалась с красная похорон. Ну, в общем, да, не с венчанием. То есть, венчание почти не предсказалось, крещение частного тайного. Отпевание было единственным публичным действием, совершавшимся в церковь. Да, запускавшим. Но это было не для того, чтобы поднять, так сказать, уровень, то есть показать или сакральность, а чтобы обезопасить себя. И действительно, ну, это я очень сильно утрирую, но на уровне цензоров действительно, ну, какие-то там тёмные они, есть тёмные, закопчёные. Ведь всё то, как описывали иконы, чёрные, закопчёные, что-то там светится. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну, особенно кого одновременно. Кто-то так, как Татьяна Владимировна. Кто-то, действительно, кто-то из верующих так. А кто-то, может быть, всё сложнее. Но затем всё свести к одной какой-то дубинанции. Что всё советское искусственное введение, строённое ввода, оно было разное. Кто-то, вот, был верующим, кто-то так. А кто-то из них поддерживал, совершенно, может быть, не понимая, и из других появится. То есть, вот, как-то одно объяснение, может быть, действительно здесь не сразу. А много свободы, мне кажется, что ещё это. Паша, подчеркнусь, я, по-моему, ни одну икону вот такого первого ранга никто никогда не видел в церкви, мне кажется. Вот, например, ну, так сказать, редко можно назвать человека, который видел, например, преображение Феофана Грека, висящей в церкви. Вот, так сказать, как реальный икон. Это не обязательно, чтобы она была в церкви. Важная ассоциация. Нет, я имею в виду тех, кто писал. Тех, кто писал, да. Только тех, кто писал, которые, естественно, видели всего много. И, главное, в 70-е годы экспозиции в Русском музее, в Большой и в Третьяковской. Я не знаю, когда был открыт музей Рублёва. Мы когда-то, мы все равно в 60-е годы. В 60-е годы. В 60-е годы. Ну да, то есть, нет. Сроку туризма в 60-е годы. В 60-е годы. А вы знаете, есть еще, сейчас мне в голову пришло. Дело в том, что иконы, они как бы двух главных родов. Вот крестьянские иконы Краснушки, где вот есть это как раз золото, они все закопченные, старые были, не подвергнуты реставрации. И это была книга для крестьян неграмотных в России. И вот эти потомки, они могли воспринимать вообще икону вот в контексте именно вот этой иконы, а не усадебных икон, где большие изображения, которые выглядят совершенно по-другому. И не похоже, ну скажем, на какую-нибудь Неаполимую там, или же на Михаила на коне, или вот на такого рода иконы, на какие-нибудь склеимыми иконы. Но это действительно на совести искусствоведов, если они так вот описывали это. Они-то это видели в свою историю. Но они-то видели все в музее близкой, сами готовили экспозиции. Поэтому... Это уж на их совести, если считать, что это способ идеологизации. То есть, ну да. И вывести. Есть, да. Ну такое. Но не очень удалось. Иконописцам. И насколько все-таки они были едины, да? Он говорит. Потому что в литератургии не нет советских. То есть, на мой взгляд, что это живопись. Ну да, что это живопись загадочная, полумистическая. 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 Но здесь, конечно, большой простор для исследования, в частности, как это связано с реальным, там, религиозно-мистическим движением 70-х годов, которые во многом выстраиваются из впечатлений от древнерусских икон. Просто нужно опрашивать таких же людей, которые в этом участвовали. Учит, это прекрасно была другая задача. Да. У меня совершенно этой задачи не было. Но просто меня поразили некоторые особенности. Например, что всегда говорится, допустим, опять же, тоже общее место при описании, что всегда говорится, что там фигуры, скажем, объединены в церкви неким ритмом или орнаном. То есть единые композиции человек не видел, а видел, допустим, писал, что вот там стелится онлайн, или там фигуры на колоннах, там, в данных золотом сечении, найти какие-либо совершенно формальные геометрические основания для приведения всё к единым композиции. Причём это никак не связано, опять же, с тем поиском символики тех же композиционных или геометрических отношений, которые больше интересны мне. Это как раз было нельзя. А у меня вопрос. А про перспективу что-то писали? Вот это... Я интересуюсь, было ли, были ли, можете ли вы, я уточню вопрос, можно ли предполагать из чтения этих работ, что они сами воспитаны на, или, по всякому случае, знакомы с иным, с иным подходом, в частности, с работами Клоренского в обратной перспективе? Да. Работами Клоренского они, бесспорно, были знакомы. Более того, они были знакомы со множеством работ. Рушенба когда выпустил? Ну, они были знакомы, конечно, с работами. В основном они... Мы тогда читали про Московского, в основном это было такое... Да. И сразу видно, ой, там и... Слушай, нет, нет, нет. Какие были? Да. Вот, я вспоминаю, что обратной перспективой занимался Жегин. Да. То есть, так сказать, но все это было подсудимым, это все было почти запрещенная литература, которую это было. Опасная. А? Опасная. Опасная. Успенский очень поддерживал Раиса Андреевича Жегина. Жегин был более чем сильным. Это были фигуры еще от 20 века, пришедшие в частности. Тогда вышли книги Раушенбаха. И Семьдесятых. Семьдесятых. Как в Семьдесятых. Как в Семьдесятых. Как в Семьдесятых. Ну вот. То есть... И она вышла в этой же серии науки во древнерусское искусство. Я ее тоже смотрела. А много народу так связано, поименно, с тем, кто по другу? Да, у всех, кто по другу. Сколько вот таких книг? Ну вот я посмотрел около тридцати книг, поэтому я... Тридцати, да? Ну да. А авторов сколько? Ну авторов около двадцати, те, кто писали. Это обычно ученики Алпатова писали. Вот круг, соответственно, тот, кто составил состав музея Андрея Рублева. И, собственно, большая часть этих популяризаторов... Или это были часто, иногда, опять же, происходившие в школах, хранители местных музеев. Хранители местных музеев, которые описывают, скажем, Тольскую и Новгородскую школу, обычно описывали местные люди. А вы не берёте учебные пособия? Потому что наиболее точные средства – это то, что, допустим, у Министерства учебного образования. Как бы вот учебник МГУ по истории искусства. Вы не берёте вот эту литературу? А там как? Вот это я не... Потому что там вдруг иногда бывает всё обратно в какие-то образования. Вот это я не брал, потому что там может быть самая неожиданная вещь, в том, что могут оказаться совершенно либеральные какие-нибудь вещи. А иначе у нас нет там... Не сомневайтесь, что не будет там либеральный, так можете не сомневаться. Неизвестно. Нет. Это надо просматривать. Это уже бизнес, и там... Нет, нет, тогда не был бизнес. Мы говорили сейчас, да. Всегда был. Тогда это самые большие тиражи были, которые там... Учебные тиражи были, а гонорары, насколько я помню, не очень. Да, вы так думали. Нет, ну, я помню вот по нашим учителям, что не очень как-то они на этих гонорарах хорошо жили. Учителя? Да. Ну, это учебники эти все выпускают. То есть вся учебная литература, она же шла как плановая. Плановая. Но в школе-то не было вообще. Нет. В школу-учебные. А вот учебные пособия, вот интересно, как там, конечно, смотри, вот кафедра Грачевна, вот как они все дела описывают. Ну, это нужно смотреть этноси фитературы, поднимать это. Ну, извините, все буквально. В один, в один, в один, в один, в один. Просто даже интересно. История была разрешена в 1934 году. История была разрешена. История была разрешена. История была разрешена. Ну, это, вообще, да. Да, разглачили вы их. Нет, ну, да. Ну, это вот интересное, конечно, вот это действительно описание. Иконок мира действительно скорбного, траурного. Постоянно подчеркивать мотивы страдания. То есть, это действительно могло, по вашей версии, наверное, что это действительно связано с тем, что церковь, в принципе, ассоциировалась с местом похорон и страдания. Ну, искусствовед это все-таки. Сакрализация. А сейчас это, по-моему, наоборот, радостное искусство. Да. И... Да. Ну, а сейчас вот то, что, допустим, у нас в качестве, новым каноном иконописи в 90-е годы становится такой софринский канон, в общем-то, такая смесь византийского стиля, такого китчевого стиля, плакатного. Я недавно видел иконы тоже. Ну, и новые иконы 90-х годов. Да, это ужасное что-то. Что это, в действии, частично воспроизводит византийскую традицию, частично советский плакат, который как раз должен был казаться очень ярким. Вот. То есть, если, допустим, их, этих ускоредов, допустим, кто-нибудь им задал вопрос, вот икона тусклая, что яркая, они, наверное, сказали, что ярким является плакат. И плакаты 70-х годов, они становятся многоцветными, такими радужными. И вот интересно заметить динамику плакатов. Я не помню. Динамику плакатов, скажем, что плакат 60-х годов, он еще наследует старому традиции двухцветной печати, то есть черный и красный. То есть, плакат – это то, где много красного цвета. Этот плакат 70-х годов – это уже с появлением цветной печати многоцветный, часто использовали мотив радуги, там, все эти «Мир и мир», там, и так далее. Это все были, они оформлены были в радужных цветах. И сейчас у молодого поколения, поскольку это ассоциируется еще с флагом ЛГБТ-сообщества, то это вызывает, наверное, очень комический эффект, когда показываешься нынешним студентам плакат 70-х годов. Вы знаете, может быть, вот такое явление еще. Вот в 47-м году открылись музеи, в которых помещались иконы. Это время было как раз после войны. И вот в это время скорбная часть вот этого события, оно официально не было никак отражено. Была парадная часть, вот одержали победу, ну что и до сих пор продолжается. А вот иконы, а все, что связано с иконами и открывшимися музеями, могло впитать в себя вот это бессознательное состояние скорби людей в связи с произошедшими событиями с одной стороны, которая только вот в настоящее время начинает претерпевать в иконописи метаморфозу. Вот сейчас откройте интернет, найдете там большое количество икон Сталина, например. Да, где он там, где Святой Сталин встречает патриарха там, где Святой Сталин, значит, отдельно изображен в виде какого-то персонажа святейшего. Это Вантына Ильич, пожалуйста. Это разного рода сталинисты изготавливают. У нас в нашей российской церкви? Нет, в российской церкви? Нет, речь идет о сталинистах, которые изготавливают сами иконы Сталина. Они же должны освящены быть. Освящены, конечно. В церкви они не могут быть не освящены. Что вы говорите? Явника светил. Нет, существует. Бесспорно существует сообщества в интернете, какие угодно, включая там, почему не существует там мистических иконистских ифагорейцев, нет мистических сталинистов, которые рисуют иконы Сталина, это ясно. Рисовать иконы? Нет, они рисуют иконы, но, разумеется, они не пользуются никаким статусом вне данного сообщества. Вы просто представьте себе, что Германия появляется в интернете, в немецком, икона Гитлера, да? Ну, это тюрьма сразу. Иконы Гитлера, кстати, тоже существуют. Нет, но у нас. Вы понимаете, интернет, это, допустим, какое-то виртуальное пространство. Я не могу представить себе, что по германскому телевидению идет фильм, и там какой-нибудь даже пусканалец в авгии разведки, что он выше степени положительный, потому что тот, как у нас положительнее Берия, вот этот у нас, да? Просто очень добрый, умный и такой опытный, хороший руководитель, который допрашивает от этого Чехова, ну, как вот отец одно и другое. Поэтому иконы Сталина, она просто здесь уже, ее может не быть, но она следует. Причем еще неизвестно, что в наши времена. Вот, пожалуйста, сейчас Артем нашел, вот, в храме святой равноапостольной княгине Ольге, значит, настоятель Игумен Евстафий, вот, осветил икону Сталина. Где храм? Простите еще. А предатель нами? Стрельнями. Настоятель Игумен Евстафий выставил икону блаженной Матроны Московской. И там она представлена вместе в момент беседы со Сталином осенью 41-го года. Игумен Евстафий. Ну, это не икону. Это не икону. Это так и дьяволы можно, извините, изобразить. В момент из знаний бесов изображать. Ну, это не икона Сталина. Это икона. Это не икона. Бегом стремительно все залы доходит до Рублева и говорит, явно шел туда посмотреть только Рублева и говорит, посмотрите, какие яркие краски. Это потому, что он учился у итальянцев. Вот, пока я копала материал к своему докладу, я убедилась, что Мандельштам очень точно воспроизводит некоторые общие места и в кустоведческой литературе времени. Он очень надчитанный человек. И, значит, уже Мандельштам считает, что Андрей Рублев исключение в русской иконе, потому что очень яркие краски, потому что учился у итальянцев. Значит, кто-то к этому времени уже популяризовал идею, что остальная икона тусклая. Посмотрите Муратова несколько томов. И посмотрите Бенуа, в конце концов, того же. Они же сделали несколько томов по русской иконе как раз в 1905-1912 году. Но там настолько последовательно эта мысль не проводится. Хотя, действительно, именно уже в той литературе у Муратова уже эта мысль есть, что у Рублева краски играющие, в отличие от Феофана Грека, у которого краски используют соординарным образом. То есть, что у Рублева это некий избыток. Просто советские служаи с 70-х годов по видимости списывали, в том числе и из этих книг. Другое дело, что они до абсуда довели эту идею. То есть, что это было и с чего? Ну... Как борьбы классов? Это тоже была, но была некогда она. Где ты была в Афе или включать в Афе? Что, во всяком случае, общее место было у Бенуа и Муратова, что Рублева писалось как игра в красок. Что это определенная динамика, в отличие от статики в бизантийской иконы? А, значит, все-таки и статика, и тусклость, все это уже есть. Нет, тусклости не было. Было значение статики и динамики. А все иконы считались яркими. Нет, Рублев вот играет, а остальные не играют. Ну, а остальные... Сказать, что он ярче других? Он играет. Или что она запомнила. Ну и кроме того, это опять-таки вот такие хрестоматийные вещи. Так же, как в эти же годы, о которых вы говорили, везде крики, ну не крики, а Сиенской школе, что она сверкает, золото Сиенской школы. Я на себе это... Я поняла, что значит слово, потому что когда я первый раз очень давно была в Лондонской национальной галерее, и вот там идет амфилада Сиенской школы, все сверкает красками и золотом. Я была совершенно поражена, но поняла, что я была поражена, потому что я об этом читала уже. Я знала, что это будет яркое, золотое, и это переносилось на русскую икону, как мне кажется, у тех же, у того же круга искусствоведов. Да, Наталья Николаевна? Не знаю. Орбитер. Надо быть... Я, к сожалению... Ну вот вы еще дома про русскую икону не заказывали, я заказывал при европейской школе. Все, проблема в том, что я не помню, допустим, это должен просмотреть опять же Бенуа, Муратов и так далее, есть ли у них мысль о действительно сравнении Рублева с итальянцами, может, действительно, сам это прямая цитата есть. Я думаю, что вот это... А как же Флоренция в Москве-то? Вы знаете, вот существует уже какая-то психологическая подоплека, вот я просто вспомнил, как я там год-два поработал с синхронным переводчиком, с иностранцами в СССР. И вот все время в этих выкарусах, все время где-то высаживаемся, все время везде блестит золото, вот куда не попадешь, все блестит, светит солнце. Только я бросаю работу с иностранцами, попадаю в обычную советскую среду, ничего не блестит, везде паспорт, значит, никаких этих... Абсолютно. И я до сих пор не знаю, что это такое. Вот реально там выбирали какое-то время и нас там провозили как-то специально. или же просто психология восприятия находится в каком-то состоянии психологической. В метро-то водили? В метро нет, мы не водили. Я не водил лично по метро. Да, но это... Вообще история восприятия это интереснейшая тема. Сколько история восприятия задавали, вообще программировали восприятие этого средневекового искусства. И что действительно искусствоведы во многом делали средневековое искусство, которое до этого могло казаться тоже нелепым, непонятным и так далее. И что оно начало играть, стало веселым, ярким и так далее, это тоже изменение оптики. Средневековье, все остальные. Что вдруг была открыта яркая средневековь на смену мрачному средневековью. Да, это я еще застала, резкий. То есть просто мне застало, что 70-е годы это обратное движение к старому мифу. К средневековью. Да, к мрачному средневековью. Осень средневековья. Вот и... Что сейчас происходит? Но не сейчас, а в эпоху капиталистическую. Насколько я знаю, никакого единства нет. Да, ни в чем. Насколько я знаю. Насколько я знаю. Да, и просто, конечно, интересно посмотреть, как менялись вот эти вот принципы восприятия. Потому что известно, что, допустим, тоншая храмовая обстановка, она была, трактовалась поздними романтиками, как мистический сумрак. Потом это перешло к таким вот популяризаторам средневековья, типа Эмиля Жебар и так далее, которые подчеркивали то, что посредневековый храм так мрачен, потому что он должен вести человека в некомистическое состояние. Ну да, потому что не было электричество. При том, что ясно было, что в сравнении там со средневековым домом, как раз храм светорожаем был у крайне ярко. Вот сейчас мы вступили в эпоху безудерного плюрализма. Вот приблизительно, как сказал Шилов Ковидарь Федор, который был замом этого Козырева в правительстве Ельцина, когда его спросили, какая сейчас политика, он сказал, политика сейчас как Кремль многобашенная. И вот во всех остальных аспектах наблюдается музей тоже, просто безграничный плюрализм, которого у нас никогда не было. Единственный был классик правительства. Да. Это все годы существования. И недолго. Ставьте за совет. Советского правительства. За советского. А во Франции Бомбиду, Бомбиду, Бомбиду. Да. Чтение удались. Да. Вообще, с умными людьми поговорить приятно. Действительно, все объединено, оказывается, тем, как слово формирует, но это не очень оригинальная мысль, как слово формирует взгляд на мир. Вот. Это особенно у Натальи Николаевны в докладе, потому что это абсолютно убедительно, то, как он читал, читал, читал и все присуществил, при том, что… Да, мы тут сказали, что это то самое, которое всегда… Да. Вы знаете, мы… Да, да, да. Мы можем сказать, что он должен был это все видеть. Должен был. Но не можем сказать, видел, нет. У Мандельштама многое идет на этом уровне. Но слово, ну так же, как и с воротами, оказывается не то, что там красные штучки и все, а чтобы… Главное, чтобы было написано, читает или нет, неважно, но если не написано, они не защищают, это уже не ворота. Это… Это… Так, дырка в стене. Дырка в стене. Да. Да, да, да. Пробуем, пробуем. Да. Угу. Ну, а тут такое действительно формирование взгляда на иконы, ну, по-моему, точное, как в церкви. Потому что, ну, так вот, я… Я уж не знаю, это от Узум до Фини сделано для того, чтобы… Вот вы видите в церкви, что там темное, непонятное. Ну, такое оно и есть. Спасибо большое всем, Докторич. Спасибо, Александр Викторович, который был организатором. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо.